ГУСТАВ ФЛУБЕР ЛЮДЮКАСИОН СЕНТИМЕНТАЛЬ ГУСТАВ ФЛУБЕР ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ИСТОРИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Фредерик внезапно проснулся от ружейных выстрелов и, несмотря на настояние Розанетты, непременно захотел посмотреть, что происходит. Он шел по Елисейским полям в направлении, откуда доносились выстрелы. На углу улицы Сент-Оноре ему встретились люди в блузах, кричавшие «Нет, не сюда! В Пале-Рояль!» Фредерик пошел за ними. Ограда у церкви Вознесения была сломана. Далее он заметил посреди улицы три булыжника. Вероятно, здесь начали сооружать баррикаду. Затем осколки бутылок и мотки проволоки, которые должны были помешать движению кавалерии. Вдруг из переулка выскочил высокий бледный юноша с черными волосами, разметавшимися по плечам, фуфайки горошинками. Он держал длинное солдатское ружье и бежал на цыпочках, в туфлях, похожей на лунатика, проворный, как тигр. Время от времени слышны были выстрелы. Накануне вечером, когда проехала фура с пятью трупами, подобранными на бульваре капуцинок, настроение народа изменилось. И пока в тюэлерии без конца сменялись адъютанты, пока господин Моле формировал новый кабинет, а господин Тьер пытался составить другой, пока король строил козни, колебался и, назначив бюжо главнокомандующим, только и делал, что мешал ему, восстание грозно разрасталось, словно направляемое единой рукой. На перекрестках какие-то люди с неистовым красноречием взывали к толпе, другие изо всей мочи били в набат, отливали пули, набивали патроны. Деревья на бульварах, общественные уборные, скамейки, решетки, фонари — все было разрушено, опрокинуто. К утру Париж покрылся баррикадами. Сопротивление вскоре было сломлено. Всюду в дело вмешивалась национальная гвардия. К восьми часам народ, местами даже без боя, завладел пятью казармами, почти всеми мэриями, самыми надежными стратегическими пунктами. Монархия распалась сама собой, без особых потрясений, и восставшие били теперь осаду по став шато-до, чтобы освободить пятьдесят пленных, которых там, впрочем, не было. Подойдя к площади, Фредерику поневоле пришлось остановиться. Она была полна вооруженных людей. Отряды пехоты занимали улицы Святого Фомы и Фроманто. Вход на улицу Валуа преграждала огромная баррикада. Дым, славшийся над ее гребнем, рассеялся, и стало видно, что по ней бегут люди, широко размахивая руками. Они скрылись, потом пальба возобновилась. Из шато-до тоже стреляли, но внутри никого не было видно. В дубовых ставнях, защищавших окна, были проделаны бойницы, и все двухэтажное здание с двумя флигелями, узенькой дверью посередине и бассейном внизу, уже начало покрываться белыми пятнышками от ударявших в него пуль. На трех ступеньках крыльца никто не появлялся. Рядом с Фредериком какой-то человек в афрегийском колпаке и фуфайке, поверх которой надет был патронтаж, ссорился с женщиной, повязанной платком. Она твердила. — Да вернись же, вернись! — Не приставай! — отвечал муж. — Можешь и одна посидеть в Привратницкой. — Гражданин, я вас спрашиваю, правильно ли я делаю? Я все разы свой долг выполнял. И в 1830-м, и в 32-м, и в 34-м, и в 39-м сегодня дерутся, и я должен драться. Проваливай! Жена Привратников в конце концов уступила увещанием мужа, которого поддержал национальный гвардеец, стоявший рядом с ними, мужчина лет сорока, с добродушным лицом, окаймленным русой бородой. Он заряжал ружье и стрелял, продолжая разговаривать с Фредериком, невозмутимый среди мятежа, как садовник среди насаждений. Около него увивался юноша в холщобом переднике, чтобы получить патроны и зарядить свое ружье, превосходный охотничий карабин, подаренный ему одним господином. — Бери, вон там, у меня, за спиной, — сказал ему бородач. — И спрячься, не то убьют. Барабаны били атаку. Раздавались пронзительные возгласы, победные крики «Ура!» Толпа волновалась, как море. Фредерик, попавший в этот водоворот, не двигался. К тому же он был захвачен открывшимся перед ним зрелищем и очень забавлялся. Падавшие раненые, мертвецы, лежавшие на земле, были не похожи на настоящих раненых, на настоящих мертвецов. Ему казалось, что он смотрит спектакль. Над зыбившейся толпой показался верхом на белой лошади под бархатным седлом старик в черном фраке. В одной руке он держал зеленую ветвь, в другой — какую-то бумагу и упорно ими размахивал. Наконец, потеряв надежду, что его услышат, удалился. Отряд пехоты скрылся, и муниципальная гвардия одна защищала теперь шато-доо. Смельчаки потоком ринулись на крыльцо. Их перестреляли. Подоспели другие. Дверь, в которую ударяли железными болтами, гудела. Муниципальная гвардия не сдавалась. Тогда к стене подкатили коляску, набитую сеном, и подожгли ее. Она запылала, как гигантский факел. Приволокли хворосту, соломы, бочонок со спиртом. Огонь пополз вверх по камням стены. Все здание начало дымиться, и широкие языки пламени с пронзительным свистом взвелись над крышей, над перилами террасы. Второй этаж полярояль был битком набит национальными гвардейцами. Изо всех окон, выходивших на площадь, раздавались выстрелы. Пули свистели. Вода, вырвавшаяся из пробитого бассейна, смешалась с кровью и образовала лужи. Люди скользили по грязи, спотыкались об одежду, кивира, оружие. Фредерик ступил на что-то мягкое. То была рука сержанта в серой шинели, ничком лежавшего в канаве. Прибывали все новые толпы народа, подталкивая сражавшихся вперед. Выстрелы участились, винные лавки были открыты. Время от времени туда захотели выкурить трубку, выпить кружку пива. Потом снова шли драться. Завыла собака, отставшая от хозяина. Все захохотали. Фредерик пошатнулся. Человек, раненый в бок, хрипя, упал к нему на плечо. Но выстрел, направленный, может быть, в него, разъярил Фредерика. И он уже бросился вперед. Но его остановил национальный гвардейец. Ни к чему это. Король бежал. Коли не верите, сами сходите посмотреть. Утверждение гвардейца утихомирило Фредерика. На площади карусели с виду было спокойно. Четко выделялся на ней, как всегда, отель Денант. Дома позади него. Купол Лувра, видневшийся напротив. Длинная деревянная галерея, которая тянулась справа. И пустырь, простиравшийся вплоть до ларьков уличных торговцев. Все тонуло в серой дымке, откуда доносился отдаленный гол голосов. В то время, как на другом конце площади солнце, прорезавшее облака, ярко освещало фасад тюэлери и белым пламенем вспыхивало в его окнах. У триумфальных ворот валялся труп лошади. По ту сторону решетки люди разговаривали, собравшись кучками в пять-шесть человек. Двери во дворец были открыты. Слуги, стоявшие у порога, пропускали всех желающих. В нижнем этаже, в маленькой зале, были приготовлены чашки кофе с молоком. Какие-то зеваки, шутя, уселись за стол. Другие продолжали стоять, в том числе извозчик. Он схватил обеими руками вазочку с сахарной пудрой, тревожно осмотрелся по сторонам и с жадностью стал есть сахар, все глубже погружая в него нос. У главной лестницы какой-то человек расписывался в книге. Фредерик узнал его по спине. — А, Юсане! — Ну да, — ответил тот. — Представляюсь ко двору. Какова шутка, а? Не подняться ли нам наверх? Они вошли в маршальский зал. Портреты славных мужей были в полной сохранности. За исключением портрета бюжо, которому прокололи живот. Все они стояли, опершись на сабли, на фоне пушек, в грозных позах, не соответствовавших моменту. На больших стенных часах было двадцать минут второго. Вдруг грянула Марсельеза. Юсане и Фредерик свесились через перила. То пел народ. Люди неслись вверх по лестнице. В их головокружительном потоке мелькали обнаженные головы, каски, красные колпаки, штыки и плечи. Неслись так безудержно, что казались бурлящими волнами, которые поднимались с протяжным ревом, как воды реки, гонимые могучим приливом в пору равноденствия. Наверху толпа рассеялась, и пение смолкло. Теперь слышалось только топанье, смешанное со всплесками голосов. Безобидная толпа довольствовалась тем, что глазела по сторонам. Но время от времени в тесноте чей-нибудь локоть вышибал стекло или валилась на пол стоявшая на столике ваза или статуэтка. Деревянные панели трещали. Все лица были красные, пот лил снегградом. Юссене заметил. — А герои не очень-то благоухают. — Вы просто несносны, — возразил Фредерик. Толпа напирала на них, и они очутились в комнате, где под потолком был раскинут красный бархатный балдахин. Внизу на троне сидел чернобородый пролетарий в расстегнутой рубашке с лицом веселым и глупым, как у китайского болванчика. На возвышение поднимались и другие, чтобы тоже посидеть на троне. — Прям-таки сценка из мифологии, — заметил Юссене. — Вот он, народ-властитель. Кресло подняли за ручки и понесли, раскачивая через залу. — Черт возьми, как его качает! Корабль государства несется по бурным волнам. Ну и кан-кан! Настоящий кан-кан! Трон поднесли к окну и под свистки кинули вниз. — Бедный старик, — сказал Юссене, глядя, как трон упал в сад, где его быстро схватили, чтобы отнести к Бастилии и там сжечь. Всеми овладела неистовая радость, как будто исчезновение трона сулило безграничное счастье в будущем. И не столько из мести, сколько ради того, чтобы проявить свою власть, народ стал рвать занавески, бить, ломать зеркала, люстры, подсвечники, столы, стулья, табуреты, всякую мебель, уничтожая даже альбомы с рисунками и рабочие корзинки. Раз уж победили, надо позабавиться. Чернь насмешливо закутывалась в кружева и шали, золотая бахрома обвивала рукава блуз, шляпы со страусовыми перьями украшали головы кузнецов, ленты почетного легиона опоясывали проституток. Всякий удовлетворял свою прихоть. Одни танцевали, другие пели. В комнате королевы какая-то женщина мазала себе волосы помадой. За ширмой два игрока занялись картами. Юсане указал Фредерику на какого-то субъекта, который курил трубку, облокотясь на перила балкона. А безумие возрастало. Звенели осколки фарфора и хрусталя. Падая, они издавали такой же звук, как клавиши гармоники. Потом неистовство приняло более зловещую форму. Непристойное любопытство заставляло людей заглядывать во все уголки, открывать все ящики. Каторжники запускали руки в постели принцесс и валялись на них, вознаграждая себя за невозможность изнасиловать королевских дочерей. Какие-то мрачные личности безмолвно бродили по дворцу, стараясь что-нибудь украсть, но народу было слишком много. В пролеты дверей видна была среди блеска позолотой и облаков пыли темная людская масса, заполнившая анфиладу зал. Все тяжело дышали. Жара становилась удушливой. Боясь, что их запрут, приятели направились к выходу. В передней, на куче одежды, стояла, как статуя свободы, публичная девка, неподвижная, страшная, с вытаращенными глазами. Едва друзья вышли на улицу, каким попался взвод одетых в шинели муниципальных гвардейцев. Сняв форменные фуражки и обнажив облысевшие головы, гвардейцы низко-низко поклонились народу. Видя такое почтение к себе, оборванцы-победители преисполнились гордости. Юсане и Фредерику это тоже доставило удовольствие. Их охватило воодушевление. Они пошли назад, к поле Рояль. Против улицы Фроманто лежали собаленные на соломе трупы солдат. Юсане и Фредерик хладнокровно прошли мимо, гордясь таким самообладанием. Дворец был полон народа. На внутреннем дворе плало семь костров. Из окон выбрасывали рояли, комоды и стенные часы. Из пожарных труб били струи воды, долетавшей до крыши. Озорники пытались саблями перерезать их рукава. Фредерик стал уговаривать студента политехнической школы воспрепятствовать этому. Студент не понял, впрочем. Он казался круглым дураком. На обеих галереях чернь, завладевшая винными погребами, предавалась дикому пьянству. Вино лилось рекой, растекалось под ногами. Уличные мальчишки пили из черепков от бутылок и, шатаясь, что-то орали. — Пойдем отсюда, — сказал Юсене. — Такой народ вызывает во мне омерзение. Вдоль всей Орлеанской галереи на тюфяках, положенных прямо на пол, лежали раненые. Пурпурные занавески заменяли одеяло. Скромные мещаночки из соседнего квартала приносили раненым суп и белье. Что бы там ни было, — сказал Фредерик, — по-моему, народ прекрасен. В большом вестибюле бурлила рассверепевшая толпа, желавшая подняться в верхние этажи, чтобы завершить разрушение. Национальные гвардейцы, стоявшие на ступенях, пытались удержать ее. Самым отважным казался стрелок без шапки, со всклокоченными волосами, в изодранной кожаной амуниции. Его рубашка выбилась из-под пояса и вздулась между штанами и курткой. Он вместе с другими ожесточенно отбивался. Юсане, у которого были зоркие глаза, еще издали узнал Орну. Наконец они добрались до сада тюйлери и вздохнули свободно. Они сели на скамейку и несколько минут просидели с закрытыми глазами, ожеломленные до такой степени, что не могли говорить. Прохожие обменивались новостями. Герцогиня Орлеанская назначена регеншей. Все было кончено, и чувствовалось то особое успокоение, которое следует за быстрыми развязками. Как вдруг в окнах дворцовой мансарды показались слуги, рвавшие на себе ливрей. Они бросали их в сад в знак отречения. Народ освистал их, и они скрылись. Внимание Юсане и Фредерико привлек к себе высокий детина, быстро шагавший по аллее с ружьем на плече. Его красную блузу стягивал патронтаж. Лоб под фуражкой был повязан платком. Потом он обернулся, то был Дюсардье. Он бросился к ним в объятия. «Какое счастье, дорогие мои!» — воскликнул он не в силах сказать ничего больше. Он задыхался от радости и утомления. Двое суток он был на ногах. Он строил баррикады в латинском квартале, дрался на улице Рамбюто, спас трех драгун, вступил в тюлери с отрядом Дюнуаге, потом отправился в палату, а оттуда в ратушу. Я прямо оттуда! Все прекрасно! Народ торжествует! Рабочие обнимаются с буржуа! «Если бы вы знали, что я видел! Какие чудные люди! Как это хорошо!» И, не замечая, что у них нет оружия, прибавил. «Я был уверен, что встречу вас здесь!» Трудные были минуты, да что уж там. На щеке у него появилась капля крови. Но на вопросы друзей он ответил. «Ерунда! Штыком оцарапало!» «Так оставлять нельзя!» «Это пустяки! Я здоровый!» «Республику провозгласили!» «Теперь мы будем счастливы!» «Журналисты говорили при мне, что скоро освободят Италию и Польшу!» «Королей больше не будет!» «Понимаете?» «Свобода на всей земле!» «Свобода на всей земле!» Окинув взглядом горизонт, он победоносно воздел руки. Но по террасе вдоль берега длинной вереницей спешили люди. «Ах, дьявол! Я и забыл! Форты еще не взяты! Побегу туда! Прощайте!» Он обернулся и крикнул им, потрясая ружьем. «Да здравствует республика!» Из труб дворца повалили клубы черного дыма и посыпались искры. Звон колоколов вдали напоминал бленье испуганных овец. Направо и налево везде победители разряжали ружья. Фредерик, хоть и не отличался воинственным пылом, почувствовал, как и в нем закипает гальская кровь. Ему сообщился магнетизм восторженных толп. Он с наслаждением вдыхал грозовой воздух, пахнувший порохом, а сам трепетал от наплыва бесконечной любви, возвышенного, всеобъемлющего умиления, как будто сердце всего человечества билось у него в груди. Юссене, зевая, сказал, «Пожалуй, пора идти оповещать население». Фредерик пошел с другом в редакцию его газеты, помещавшуюся на Биржевой площади. Он сочинил для газеты в Труа отчет о событиях, настоящее художественное произведение в лирическом стиле, и поставил свою подпись. Затем они пообедали вдвоем в ресторане. Юссене был задумчив. Эксцентричность революции превосходила его собственные сумасбродства. Когда после кофе они отправились в ратушу, чтобы узнать новости, его врожденное озорство взяло вверх. Он, как горный козел, перескакивал через баррикады и отвечал часовым патриотическими шутками. При свете факелов они услышали, как провозглашают временное правительство. Наконец, в полночь, изнемогая от усталости, Фредерик вернулся домой. — Ну как? — спросил он лакея, помогавшего ему раздеваться. — Ты доволен? — Да, разумеется, сударь. Только вот не люблю я, когда народ так распоясывается. Проснувшись на другое утро, Фредерик вспомнил о Деларье. Он поспешил к нему. Адвокат только что уехал. Он был назначен комиссаром в провинцию. Накануне вечером он добрался до Ледрю-Ролена и до тех пор приставал к нему, ссылаясь на интересы высших школ, пока не урвал себе место и не получил назначения. Впрочем, по словам Превратника, он на следующей неделе должен был сообщить свой адрес. Фредерик пошел к капитанше. Она встретила его с обидой, досадуя на то, что он бросил ее одну. Гнев Розанетты угас, когда он уверил ее, что мир восстановлен. Все спокойно, бояться нечего. Он обнял ее. Она объявила себя сторонницей республики, подобно тому, как это уже сделал архиепископ Парижский. И как вскоре должны были сделать с изумительным рвением и поспешностью судейское сословие, государственный совет, академия, маршалы Франции, шангарнье, господин де Фаллу, все набонапартисты, все легитимисты и немалое число орлеонистов. Падение монархии совершилось с такой быстротой, что, когда оцепенение прошло, буржуа словно удивились, как это они остались в живых. Расстрел без суда нескольких воров показался вполне справедливым. Целый месяц повторяли фразу Ламартина о красном знамени, которое только раз было внесено вокруг Марсова поля, между тем, как трехцветное знамя, и так далее, и все укрылись под его сенью, ибо из трех его цветов каждой партии был виден только ее цвет, и она рассчитывала истребить два других, как только возьмет вверх. Так как деловая жизнь приостановилась, беспокойство и любопытство гнали людей на улицу. Небрежность одежды сглаживала разницу в общественном положении. Ненависть пряталась, надежды выставлялись на показ, толпа была приветлива. На всех лицах сияло гордое сознание завоеванного права. Царило карнавальное веселье, люди жили, как на бивуаке. Нельзя было представить себе ничего более занимательного, чем Париж, каким он был в эти первые дни. Фредерик брал под руку капитаншу, и они бродили вдвоем по улицам. Ее забавляли банты, красовавшиеся в петлицах у прохожих, флаги, свисавшие с каждого окна, разноцветные афиши, расклеенные по стенам, и она бросала монету в кружку для пожертвований в пользу раненых, стоявшие на стуле где-нибудь посреди улицы. Она останавливалась перед карикатурами, изображавшими Луи Филиппа в виде кондитера, фокусника, собаки или пиявки. Но люди Кассидьера, их сабли и шарфы пугали ее. Иногда случалось видеть, как сажают дерево свободы. Участие в этом обряде принимали и господа священники. Они благословляли республику, являясь в сопровождении прислужников с золотыми голунами. Толпа находила, что это прекрасно. Наиболее привычным зрелищем были всевозможные депутации, направлявшиеся в ратушу с какой-либо просьбой. Все ремесла, все промыслы ждали, что правительство раз навсегда положит конец их бедам. Правда, кое-кто шел лишь за тем, чтобы дать правителям совет, поздравить их или просто-напросто навестить и посмотреть, как работает машина. Однажды в середине марта, когда Фредерик отправился по поручению Розанетты в латинский квартал, он увидел на Аркольском мосту процессию каких-то длиннобородых людей в затейливых шляпах. Во главе их шел и бил в барабан негр, бывший натурщик, а развивающееся знамя с надписью «Живописцы» нес никто иной, как Пелерен. Он знаком предложил Фредерику подождать его, и через пять минут снова появился. Время у него еще было, так как правительство принимало сейчас каменотесов. Пелерен с коллегами собирался потребовать создания форума искусств, своего рода биржи, где обсуждались бы вопросы искусства. Как только все труженики сольют воедино свои таланты, возникнут великие произведения. Вскоре Париж обогатится исполинскими сооружениями, а он сам будет их украшать. Он уже начал писать фигуру республики. Пелерена позвал один из его товарищей и увел, так как следом за ними шла депутация торговцев живностью. — Что за глупость! — проворчал из толпы чей-то голос. — Вечно какая-то ерунда! Ничего путного! Это был Режембар. Он не поклонился Фредерику, но воспользовался случаем, чтобы излить накопившуюся горечу. Гражданин целые дни скитался по улицам, крутя усы, тараща глаза, выслушивая и распространяя зловещие новости. На готове у него всегда были две фразы. — Берегитесь! События могут нас захлестнуть! И, черт возьми, республику и ту собираются подменить! Он был недоволен всем. В частности, тем, что мы не восстановили наших естественных границ. При имени Ламартино он пожимал плечами, Ледрю Ролена считал не на высоте задачи, Дюпона Дел Эра называл старой тряпкой, Альбера — идиотом, Луи Блана — утопистом, Бланки — человеком крайне опасным. А когда Фредерик спросил его, что же делать, он ответил, схватив его за руку и сжав ее до боли, — «Взять, Рейн!» — говорят вам, — «Взять, Рейн, черт побери!» Затем он стал обвинять реакцию. Она сбросила с себя маску. Разгром замков Нэйи и Сюрен, пожар в Батиньоле, волнение в Леоне, Всякая крайность, всякая обида давали теперь повод к преувеличениям. Так же, как циркуляр Лендрю Ролена, принудительный курс кредитных билетов, рента, упавшая до 60 франков, и, наконец, высшее беззаконие. Последний удар, величайшая гнусность — налог в 45 сантимов. А в довершении всего — социализм. Эти теории столь же навы, как игра в гусик. В течение 40 лет о них написано достаточно, чтобы заполнить целые библиотеки. И все же они напугали обывателей, словно град аэролитов. Люди негодуют, преисполненные той ненависти, какую порождает всякая новая идея, именно потому, что эта идея ненависти, которая потом создает идеи славу, так что ненавистники всегда оказываются ниже ее, как бы ничтожно она ни была. И вот, собственность стала предметом почитания, почти культа, и слилась с понятием Бога. Нападки на нее показались святотатством, преступлением, чуть ли не людоедством. Несмотря на гуманнейшее законодательство, какое только было возможно, снова возник призрак 93-го года, и в каждом слоге слова «республика» слышался лязг гильотины, что, впрочем, не мешало презирать эту республику за слабость. Франция, лишившись господина, кричала от страха, как слепец, потерявший палку, как малыш, отбившийся от няньки. Но ни один француз так не струсил, как господин Домброз. Новый порядок вещей угрожал его благосостоянию, а главное — обманул его опытность. Такая прекрасная система, такой мудрый король, возможно ли? Миру пришел конец. На следующий же день он уволил трех слуг, продал лошадей, купил себе мягкую шляпу для выхода на улицу, даже собрался отпустить бороду. Упав духом, он засел дома, с горечью перечитывал газеты, наиболее враждебные его взглядам, и стал так мрачен, что даже шутки над трубкой у флакона не вызывали у него улыбки. Являясь опорой низвергнутой монархии, он боялся, что мщение народа обрушится на его поместье в Шампане. Однажды ему попалась на глаза статья Фредерика. Прочтя ее, он вообразил, что его молодой друг лицо влиятельное и может оказать ему услугу или, по крайней мере, защитить его. И вот как-то утром Домброз явился к Фредерику в сопровождении Мартинона. Единственной целью этого посещения, по словам Домброза, было желание повидаться и побеседовать с Фредериком. В конечном итоге события радуют его, и он от всего сердца принимает наш возвышенный девиз «Свобода, равенство, братство», так как в сущности всегда был республиканцем. Если при прежнем строе он голосовал за правительство, то лишь ради того, чтобы ускорить неминуемое крушение. Он даже рассердился, говоря о Гизо, из-за которого мы здорово поплатились. Этого нельзя отрицать. Зато он восхищен Ламартином, который, честное слово, был прям великолепен, когда по поводу Красного Знамени... «Да, я знаю», — сказал Фредерик. Домброз заявил о своей симпатии к рабочим. Ведь, в конце концов, все мы люди рабочие. Его беспристрастие дошло до того, что он признал логичность Прудона. О, Прудон очень логичен. Очень, черт возьми. С широтой и свойственной возвышенному уму он заговорил о выставке, где видел картину Пелерена. Он находил ее оригинальной, удачной. Мартинон то и дело вставлял одобрительные замечания. Он тоже считал, что надо не на словах, а на деле примкнуть к республике. И заговорил о своем отце-земледельце, притворяясь крестьянином, простолюдином. Речь вскоре зашла о выборах в национальное собрание и о кандидатах от Фортельского округа. Кандидат оппозиции не мог рассчитывать на успех. «Вы должны были бы занять его место», сказал Домброз. Фредерик стал отговариваться. «Но почему он не хочет? Ведь голоса крайних левых обеспечены ему благодаря его личным взглядам, голоса консерваторов благодаря происхождению, а также, может быть, с улыбкой прибавил промышленник, благодаря и моему влиянию». Фредерик признался, что не знает, как взяться за дело. «Да ничего нет проще. Надо только получить от одного из столичных клубов рекомендацию к патриотам департамента ОБЫ. Надо не просто заявить о своих убеждениях, как это ежедневно делается в газетах, а серьезно изложить определенные взгляды». «Принесите мне свою речь, когда напишите. Я знаю, что требуется в тех местах. Повторяю. Вы могли бы оказать большие услуги стране, всем нам, даже мне. В такие времена следует помогать друг другу. И если Фредерику или его друзьям что-нибудь нужно, я так вам признателен, услуга за услугу, что и говорить». Решительно. Дамбрюс — славный человек. Фредерик невольно задумался над этим советом. У него кружилась голова. Он был ошеломлен. Великие образы конвента встали перед ним. Ему показалось, что занимается блистательная заря. Рим, Венеция, Берлин охвачены восстанием. Австрийцев прогнали из Венеции. Вся Европа пришла в волнение. Час настал. Принять участие в движении, быть может, ускорить его, и к тому же его прельщало одеяние, в котором, как уверяли, будут ходить депутаты. Он уже видел себя в жилете с отворотами, в трехцветном шарфе. И этот порыв, это наваждение были так сильны, что он открылся в Дюссартье. Честный малый по-прежнему был в восторге. «Разумеется! Конечно! Выставляйте свою кандидатуру!» Фредерик все же посоветовался с Деларье. Идиотская оппозиция, с которой комиссар сталкивался в провинции, усилила его либерализм. Он тотчас же ответил Фредерику и поддержал его в самых энергичных выражениях. Однако Фредерику хотелось услышать одобрение от большего числа лиц. И он поделился своим планом с Розанеттой в присутствии мадемуазель Ваттнас. Мадемуазель Ваттнас принадлежала к числу тех незамужних парижанок, которые после уроков и попыток продать неважные рисуночки или пристроить плохие рукописи возвращаются вечером домой с забрызганным грязью под долом, сами стряпают себе обед, съедают его в полном одиночестве, а потом, поставив ноги на грелку, при свете тусклой, нечищенной лампы, мечтают о любви, о семье, об очаге, о богатстве, обо всем, чего у них нет. Поэтому она, подобно многим другим, приветствовала революцию как путь к возмездию и стала ярой поборницей социализма. Освободить пролетариат, по мнению Ватнас, было возможно лишь при условии раскрепощения женщины. Она требовала для женщины доступа ко всем должностям, право объявлять отца незаконорожденного ребенка, требовала изменить законодательство, уничтожить или, по крайней мере, упорядочить брак на более разумных основаниях. Тогда всякая француженка будет обязана выйти замуж за француза или приютить старика. Кормилицы и повивальные бабки должны стать государственными служащими и получать жалования от казны. Необходимо учредить жюри, которая оценивала бы произведения искусства, созданные женщинами, издательство для женщин, политехническую школу для женщин, национальную гвардию, состоящую из женщин. Короче говоря, все сделать для женщин. А поскольку правительство не признает их прав, «Женщины должны силе противопоставить силу! Десять тысяч гражданок, вооруженных ружьями, могут навести страх на ратушу!» Мадемуазель Ватнас считала, что Фредерик может содействовать осуществлению ее идей. Она ободрила молодого человека и даже сулила ему славу в будущем. А Розанетта порадовалась, что у нее будет любовник, который произносит речи в палате. А вдобавок тебе, пожалуй, дадут и хорошее местечко. Фредерик, слабый, как всякий человек, поддался всеобщему безумию. Он сочинил речь и отправился показать ее Домброзу. Когда он вошел во двор, и ворота захлопнулись, в одном из окон отдернулись за навеску. Показалась женщина. Он не успел разглядеть, кто это. В передней его внимание остановила картина, поставленная на стул, вероятно, временно. Картина Пелерена. Она изображала республику или прогресс, или цивилизацию под видом Иисуса Христа, управляющего паровозом, который мчится по девственному лесу. Поглядев на картину, Фредерик воскликнул. Что за гадость? Не правда ли? спросил Домброз, подошедший в эту минуту. Он вообразил, что слова Фредерика относятся не к живописи, а к доктрине, возвеличенной художником. Тотчас же появился Мартинон. Прошли в кабинет, и Фредерик уже извлек из кармана бумагу, как вдруг вошла мадемуазель Сесиль и с невинным видом спросила. — Тетя здесь? — Ты же знаешь, что нет? — ответил банкир. — Впрочем, не беда. Будьте как дома, сударыня. — Нет, благодарю вас. Я ухожу. Едва она вышла, Мартинон сделал вид, что ищет носовой платок. — Я оставил его в пальто. Извините, я схожу за ним. — Пожалуйста, сказал Домброз. Очевидно, он прекрасно замечал эти хитрости и как будто даже покровительствовал им. — Почему? Вскоре Мартинон вернулся, и Фредерик приступил к своей речи. Уже со второй страницы, где на господство денежных интересов указывалось как на позор, банкир поморщился. Далее, перейдя к реформам, Фредерик потребовал свободы торговли. — Как? Ну, помилуйте! Фредерик не слушал и продолжал читать. Он требовал налога на ренту, прогрессивного налога, общей Европейской Федерации, просвещения для народа, широкого поощрения изящных искусств. Если бы таким людям, как Делакруа или Гюго, страна предоставила сто тысяч франков содержания. Разве бы это было бы плохо? Речь кончалась с советами, обращенными к высшим классам. — Ничего не жалейте, богачи! Будьте щедры! Будьте щедры! Кончив чтение, он продолжал стоять. Оба слушатели сидели молча. Мартинон вытаращил глаза. Домброз побледнел. Наконец, скрыв свое волнение под кислой улыбкой, он проговорил «Ваша речь превосходна!» и стал усиленно хвалить ее форму, избегая высказываться по существу. Столько яда со стороны безобидного молодого человека пугало его главным образом как симптом. Мартинон попытался его успокоить. Разумеется, партия консерваторов в скором времени возьмет реванш. Из многих городов уже прогнали комиссаров Временного правительства. Выборы назначены на 23 апреля. Время еще есть. Словом, Домбрюз сам должен выставить свою кандидатуру как представитель департамента ОБЫ. С этих пор Мартинон уже не погидал Домбрюза, стал его секретарем и окружил промышленника сыновними заботами. Фредерик пришел к Розанетти чрезвычайно довольный собой. Он застал там Дельмара, который окончательно решил выставить свою кандидатуру от департамента Сены. В своем воззвании к народу актер обращался к нему на «ты». Дельмар хвалился, что он-то понимает народ. Ради его спасения взошел на Голгофу искусство и является теперь воплощением масс их идеалом. Он и в самом деле думал, что пользуется огромным влиянием и даже впоследствии предложил в канцелярии какого-то министерства единолично подавить восстание. А на вопрос, как он это сделает, ответил, не бойтесь, я просто покажусь народу. Фредерик, чтобы досадить ему, сказал о своей собственной кандидатуре. Комедиант, узнав, что его будущий коллега остановился на провинции, предложил свои услуги и взялся ввести его в парижские клубы. Они посетили почти все клубы, красные и синие, и яростные, и миролюбивые, пуританские, чинные и развязные, мистические и разгульные, те, где королям выносились смертные приговоры, и те, где изоблачались плутни торгашей, и всюду жильцы проклинали домохозяев, блузники нападали на людей во фраках, а богачи вступали в заговор против бедняков. Одни требовали вознаграждения за то, что пострадали от полиции. Другие просили денег, чтобы пустить в ход какое-нибудь изобретение. Третьи предлагали планы фаланстеров, проекты окружных базаров или системы общественного благополучия. Среди нагромождения глупостей сверкал порой проблеск ума. Язвительные реплики поражали внезапностью, как брызги грязи на улице. В бранном слове звучало требование прав. Цветы красноречия расцветали на губах у оборванца, надевшего перевязь сабли на голое плечо. Иной раз на трибуне появлялся аристократ, державшийся униженно, говоривший по-простонародному и не вымывший рук, чтобы они казались мозолистыми. Кто-нибудь узнавал оратора, наиболее ярые патриоты набрасывались на него, и он уходил, затаив в душе ярость. Чтобы производить впечатление человека здравомыслящего, надо было ругать адвокатов и как можно чаще пользоваться оборотами речи, привнести свой камень для постройки здания. Социальный вопрос, рабочая мастерская. Дельмар не упускал случая взять слово, а когда ему больше нечего было сказать, он одной рукой упирался в бок, другой закладывал за жилет, оборачиваясь в профиль, чтобы резче выделялось его лицо. Тогда раздавались рукоплескания. Это мадемуазель Батназ аплодировала из глубины зала. Несмотря на то, что ораторы были слабые, Фредерик не решался выступить. Все эти люди казались ему слишком невежественными или слишком враждебными. Но за дело взялся Дюссардье и однажды сообщил ему, что на улице Сан-Жак есть клуб, именуемый Клубом Разума. Название обнадеживало. К тому же он обещал привезти друзей. Привел он тех, кто был у него на пунше. Щитовода, агента по делам виноторговли, архитектора. Явился даже Пелерен. Ждали Юсане, а на улице у входа стоял Режембар с двумя субъектами. Один из них был его верный Кампен, низенький рябой человек с красными глазами, а другой нечто вроде негро-обезьяны, мужчина чрезвычайно волосатый, о котором известно было только, что он патриот из Барселоны. Миновав коридор, вошли в большую комнату, служившую, по-видимому, столярной мастерской. Стены были недавно отштукатурены, и от них пахло известкой. Четыре кенкета, висевшие друг против друга, лили неприятный свет. В глубине на возвышении стояла конторка, на ней был колокольчик, внизу стол, заменявший трибуну, а по обе его стороны два других стола, пониже, для секретарей. Публика, занимавшая скамейки, состояла из художников-неудачников, классных наставников и никому неизвестных сочинителей. Среди рядов пальто с засаленными воротниками виднелись то женский чипец, то рабочая блуза. В конце залы было много рабочих, пришедших, вероятно, от нечего делать, или приведенных ораторами, которым они обещали аплодировать. Фредерик сел между Дюссардье и Режимбаром, который положил обе руки на свою трость, оперся на них подбородком и закрыл глаза. На другом конце залы стоял Дельмар, возвышаясь над всеми собравшимися. У конторки на председательском месте появился Сенекаль. Это неожиданность, так думал простачок-приказчик, будет приятно Фредерику, но она раздосадовала его. Публика проявила большое уважение к своему председателю. Он был из числа тех, кто 25 февраля требовал права на обеспеченный труд. На следующий день в Прадо он призвал к нападению на ратушу, а так как здесь все кому-нибудь подражали, Сен-Жусту, Тантону, Марату, то Сенекаль взял за образец бланки, который в свою очередь подражал Робеспьеру. Черные перчатки и волосы с четкой придавали ему строгий вид, чрезвычайно подходивший к случаю. Заседание он открыл чтением декларации прав человека и гражданина, превратившимся в привычный ритуал. Потом чей-то мощный голос затянул народную память Беранже. Послышалось крики. Нет, нет, не это! Фуражку! заорали из глубины зала патриоты и хором запели злободневные стихи. На колени перед рабочими, перед фуражкой шляпы долой! По знаку председателя аудитория смолкла. Один из секретарей начал перебирать письма. Группа молодых людей сообщает, что каждый вечер они сжигают перед пантеоном номер национального собрания и приглашают всех патриотов следовать их примеру. Браво! Принято! ответили собравшиеся. Гражданин Жан-Жак Лангрене, типограф с улицы Дофина, предлагает воздвигнуть памятник мученикам Термидора. Мишель Эварис Непомисон Венсан бывший учитель выражает желание, чтобы европейская демократия установила единый язык. Можно было бы воспользоваться одним из мертвых языков, например, латынью, усовершенствовать ее. Нет! Долой латынь! закричал архитектор. Почему? спросил классный наставник. Они затеяли спор, в который вступили и другие, причем каждый старался блеснуть своими познаниями. Стало так скучно, что многие ушли. Старичок в зеленых очках с удивительно высоким лбом потребовал слова для неотложного сообщения. Он прочел докладную записку о распределении налогов. Цифры лились рекой и конца им не было видно. Нетерпение слушателей выразилось сперва в воркотне и разговорах. Ничто не смущало его. Потом начали свистеть, улюлюкать. Сенекарь одернул публику. Старичок продолжал говорить точно заведенная машина. Чтобы остановить оратора, пришлось схватить его за локоть. Тогда он словно очнулся от сна и спокойно подняв очки сказал «Виноват, граждане, виноват, удаляюсь, прошу меня извинить». Неудача, постигшая это выступление, смутила Фредерико. В кармане у него лежала написанная речь, но импровизация могла бы иметь больше успеха. Наконец председатель объявил, что пора перейти к главному вопросу, к выборам. Длинные республиканские списки не стоило обсуждать. Однако клуб разума, как и всякий клуб, имел право составить свой список. Да не прогневаются господа падишахи из ратуши. И гражданам, желавшим удостоиться доверия народа, предоставлялось объявить свое имя и звание. «Ну, начинайте», сказал Дюссарде. Курчавый, бойкий человек в Сутане уже поднял руку. Он пробромотал, что его зовут Дюк Рито, что он священник и агроном, автор ученого труда об удобрениях. Ему посоветовали обратиться в общество садоводов. Затем на трибуну поднялся патриот в блузе. Это был широкоплечий плебей с длинными черными волосами и полным очень добродушным лицом. Он обвел собрание почти сладострастным взглядом откинул голову, раздвинул руки и наконец сказал «Вы отвергли Дюк Рито, братья мои, и хорошо сделали, но поступили вы так не от безверия, ибо все мы верующие». Некоторые слушали его, разъянув рот, всем своим видом выражая восторженное внимание, точно прозелиты, которые наставляют в вере. «И поступили вы так не потому, что он священнослужитель, ибо мы тоже священнослужители, рабочие, священнослужитель так же, как и основоположник социализма, наш общий учитель Иисус Христос». Настало время утвердить Царство Божие на земле. Евангелие прямой путь к восемьдесят девятому году. После уничтожения рабства освобождение пролетариата. Миновал век ненависти, скоро настанет век любви. Христианство, основа, краеугольный камень, нового здания. «Смеетесь вы над нами, что ли?» крикнул агент повинной торговли. «Откуда взялся этот поп?» Выпад его вызвал настоящий скандал. Многие повскакивали на скамейки, сжав кулаки, завопили. «Безбожник! Аристократ! Сволочь!» Между тем, как председатель, не переставая, звонил, и с удвоенной силой раздавались крики «К порядку! К порядку!» Но агент, преисполненный отваге и к тому же подкрепившийся до собрания, тремя чашками кофе, отбивался. «Как? Я? Аристократ! Это еще что?» Получив наконец позволение объясниться, он заявил, что спокойствия не будет, пока существуют священники, и раз речь идет об экономии, то всего экономнее упразднить церкви, дароносицы и всякие обряды. Кто-то заметил, что он заходит слишком далеко. «Да, я захожу далеко, но когда корабль застигнут бурей...» Не дожидаясь, чем кончится это сравнение, другой возразил. «Не спорю, но это тоже, что разрушить одним ударом, как безрассудный каменщик...» «Вы оскорбляете каменщиков!» завопил гражданин, измазанный известкой. Вообразив, что ему брошен вызов, он стал ругаться, хотел затеять драку, ухватился за скамейку. Понадобились три человека, чтобы выставить его из зала. А между тем рабочий все еще стоял на трибуне. Оба секретаря предупреждали его, что пора сойти. Он протестовал против такого нарушения его законных прав. «Вы не можете заткнуть мне рот! Я буду кричать! Нашей дорогой Франции вечная любовь! республики тоже вечная любовь! Граждане!» возглазил Кампен. «Граждане!» Добившись тишины, благодаря неустанному повторению слова «граждане», он положил на кафедру свои красные, похожие на обрубки руки, наклонился вперед и, часто мигая, приговорил, «полагаю, что следовало бы найти более широкое применение телячьей голове!» Все безмолвствовали, подумав, что ослышались. «Да, телячьей голове!» Триста человек, все как один, ответили взрывом смеха, задрожал потолок. Увидев все эти лица, исказившиеся от хохота, Кампен отпрянул. Он продолжал, рассверепев, «Как? Вы не знаете, что такое телячья голова?» Публика начал обесноваться. Люди хватались за бока. Некоторые падали на пол, валились под скамейки. Кампен, не выдержав, подошел к режим-бару и хотел увезти его. «Нет, я останусь до конца!» сказал гражданин. Услышав этот ответ, Фредерик решился. Оглядываясь по сторонам, он стал искать поддержки у своих друзей, как вдруг заметил Пелерена, стоявшего перед ним на трибуне. Художник свысока обратился к аудитории. «Мне все же хотелось бы знать, где здесь представитель искусства? Я написал картину!» «Картины нам ни к чему!» резко сказал тощий человек с красными пятнами на скулах. Пелерен возмутился, что его перебивают. Но тот продолжал трагическим тоном. «Разве правительству не следует уничтожить декретом проституцию и нищету?» Сразу обеспечив себе этими словами благосклонность народа, он стал громить испорченность, царящую в больших городах. Стыд и позор! Всех этих буржуа нужно было бы хватать, когда они выходят из золотого дома и плевать им в лицо, если бы еще правительство не покровительствовало распутству. Но акцизные чиновники так непристойно держат себя с нашими сестрами и дочерьми! Тот, осидевший подаль, боскрикнул. Вот потеха! Прочь отсюда! С нас тянут налоги, чтобы оплачивать разбрат. Вот, например, актеры, получающие большое жалование. «Прошу слово!» закричал Дельмар. Он скачал на трибуну, всех растолкал, встал в позу и заявив, что презирает столь пошлое обвинение, пустился рассуждать о просветительской миссии актера. Поскольку же театр есть очаг народного просвещения, он подает голос за реформу театра. Прежде всего, долой директоров, долой привилегии. Да, никаких привилегий! Выступление актера разжигало толпу. Отовсюду неслись разрушительные предложения. Долой академии! Долой институт! Долой миссии! Долой аттестаты зрелости! Долой ученые степени! Сохраним их, сказал Сенекаль, но пусть они будут присуждаться всеобщим голосованием, волей народа, единственного настоящего судьи. Впрочем, не в этом суть. Сперва надо уравнять богачей со всеми прочими. И он описал, как в своих домах с золочеными потолками богачи предаются разврату, а бедняки, изнывающие от голода на чердаках, присполнены всевозможных добродетелей. Рукоплескания заглушили его последние слова. Несколько минут он простоял с закрытыми глазами, откинув голову, словно убаюкиваемый той яростью, которую он пробудил. Потом Сенекаль снова заговорил. Резко, повелительно, как законодатель. Государство должно завладеть банками и страховыми обществами. Право наследования отменяется. Учреждается общественный фонд для тружеников. В будущем следует осуществить и другие полезные меры. Пока достаточно и этих. Он вернулся к вопросу о выборах. Нам нужны граждане с чистой совестью, люди, неискушенные в политике. Кто хочет предложить свою кандидатуру? Фредерик встал. Поднялся одобрительный гул, это старались его друзья, но Сенекаль, приняв вид Фукье-Тенвилля, стал допрашивать, как его имя и фамилия, каково его прошлое, какую жизнь он ведет. Фредерик отвечал ему в общих чертах, кусая губы. Сенекаль спросил, нет ли у кого-нибудь возражений против этой кандидатуры. Нет, нет. А вот у него было возражение. Все вытянуты шеи, напрягли слух. Гражданин кандидат не предоставил некой суммы, обещанной им для демократического дела, основания газеты. Далее, 2 февраля, хотя его успели предупредить, он не явился на место сбора, на площадь Пантеона. «Клянусь, что он был в Тюэллирии», крикнул Дюссарье. «Можете ли вы поклясться, что видели его у Пантеона?» Дюссарье опустил голову. Фредерик молчал. Друзья были сконфужены и глядели на него с беспокойством. «Можете ли вы, по крайней мере, спросил Сенекаль, указать патриота, который поручился бы за ваши убеждения?» «Я поручусь», сказал Дюссарье. «Этого мало, надо еще одного». Фредерик обернулся к Пелерену. «Художник ответил жестами, обозначавшими «Дорогой мой, они меня отвергли. Черт возьми, ничего не поделаешь». Тогда Фредерик толкнул локтем Режимбара. «Да, правда, пора, иду». Режимбар шагнул на эстраду, потом, указывая на испанца, последовавши за ним, сказал «Разрешите мне, граждане, представить вам патриота из Барселоны». Патриот низко поклонился и, вращая точно автомат своими блестящими глазами, приложил руку к сердцу и заговорил. «Куэдаданос, mucho aprecio el honor que me dispensáis. Es grande es vuestra bondad mayores vuestra atención». «Прошу слово», закричал Фредерик. «Desde que se preclamas la Constitucion decadiz, ese pacto fundamental de las libertades españolas, «Но граждане!» — испанец продолжал. «Это же в конце концов бессмыслица! Никто же ничего не понимает!» Это замечание разъярило толпу. «Вон отсюда! Вон!» «Кого? Меня?» — спросил Фредерик. «Именно вас!» — величественно изрёк Сенекаль. «Уходите!» Фредерик направился к выходу, а голос иберийца преследовал его. «И todos los españoles descarían ver ahí reunidas las deputaciones de los clubes y de la milicia nacional. Una oración funebre. El honor de la libertad española y del mundo entero será pronunciada por un miembro del clero de París en la sala Boninuel. «Honor al pueblo francés! Que le amaría y el primero pueblo del mundo si no fuese cuidando de otra nación!» «Ele stacratishka!» — звизгнул какой-то оборванец, показывая кулак возмущённому Фредерику, который спешил выбраться во двор. «Он уже раскаивался в своём рвении и не думал о том, что возведённые на него обвинения были в конце концов справедливы. Какая злополучная идея — выставить свою кандидатуру! Но что за ослы! Что за кретины!» Он сравнивал себя с этими людьми и, думая об их глупости, врачевал рану, нанесённую его самолюбию. Потом ему захотелось повидать Розанетту. После всех этих безобразий, после всей этой напыщенности, общество такой милой женщины для него будет отдыхом. Ей было известно, что в этот вечер он должен выступать в клубе. Но когда он вошёл, она даже ни о чём не спросила. Она сидела у камина и отпарывала подкладку платья. Подобное занятие удивило его. «Что ты делаешь?» «Ты же видишь?» — сухо ответила она. «Чиню свои тряпки. Вот она, твоя республика». «Почему твоя?» «А что? Может быть, моя?» Она принялась попрекать его всеми событиями, произошедшими во Франции за эти два месяца, обвиняя его в том, что революцию сделал он, что из-за него люди разорены, богачи покидают Париж, а её ожидает смерть на больничной койке. «Хорошо тебе рассуждать при твоих доходах. Впрочем, если дальше так пойдёт, и твои доходы скоро кончатся». «Вполне возможно», — сказал Фредерик. «Самоотверженные люди всегда остаются непонятыми. Если бы не чистая совесть, то скоты, с которыми приходится путаться, отбили бы охоту к самоотречению». Розанетта поглядела на него, нахмурила брови. «Что такое? Самоотречение? Нас, очевидно, постигла неудача. Тем лучше. Это тебя научит давать деньги на нужды Родины. О, не лги! Я знаю, что ты дал им триста франков, ведь она же содержанка, твоя республика. Ну таки веселись с ней, дружок!» Фредерик, на которого обрушилась эта лавина глупости, перешёл от одного разочарования к другому, ещё к горшему. Он удалился в глубину комнаты. Она подошла к нему. «Ты только рассуди. В стране, так же, как и в доме, должен быть хозяин, а то всякий норовит сплутовать. Во-первых, всем известно, что Лендрю Ролен весь в долгах. А что касается Ламартина, то не поэту понимать толк в политике. Да, можешь пожимать плечами, можешь считать себя умнее других, и всё же это так. Но ты вечно споришь. При тебе слово нельзя сказать. Вот, например, Фурния Фонтен, владелец магазинов в Сен-Роке. Знаешь, какие у него убытки? Восемьсот тысяч франков. А Гомер, упаковщик, который живёт напротив, тоже республиканец. Он об голову жены изломал каменные щипцы и выпил столько абсента, что его собираются отвезти в больницу. Вот каковы все эти республиканцы. Республика отребует двадцать пять процентов. Да, есть чем похвастаться. Фредерик ушёл. Прорвавшаяся на лружу глупость этой девки, заговорившей вдруг столь грубым языком, внушала ему омерзение. Он почувствовал, что снова становится патриотом. Досада Розанетты всё возрастала. Мадемуазель Ватнас раздражала её своей восторженностью. Веря в своё особое призвание, она со страстью разглагольствовала, поучала, а так как в этих вопросах она была сильнее подруги, то донимала её обилием доказательств. Однажды она явилась, негодуя на Юсане, который позволил себе дурачиться в женском клубе. Розанетта одобрила его поведение. Даже сказала, что сама оденется мужчиной, пойдёт, скажет им всю правду, да ещё отхлещет их. Как раз в эту минуту вошёл Фредерик. «Ведь ты пойдёшь со мной?» И, несмотря на его присутствие, они поругались. Одна разыгрывала буржуазную даму, другая — женщину-философа. Женщины, по мнению Розанетты, созданы для любви или для того, чтобы воспитывать детей и хозяйничать. Мадемуазель Ватнас считала, что женщина должна играть роль в государстве. В былые времена гальские и англосаксонские женщины занимались законодательством. У Гуронов они заседали в Совете. Просвещение — дело общее. Все женщины должны содействовать ему. Эгоизм должен, наконец, смениться братством. Просвещение — индивидуализм, ассоциации, а раздробленность земель — общественной их обработкой. Ну вот, ты теперь и в обработке полей знаешь толк. Отчего бы и нет? К тому же дело идёт о человечестве, о его будущности. Заботилась бы лучше о своей. Это уж моё дело. Ссора разгоралась. Фредерик вмешался. Ватна сгорячилась и даже стала защищать коммунизм. — Что за вздор, — сказала Арзанетта. — Разве это может когда-нибудь сбыться? Ватна с привела в доказательство ессеев, маравских братьев, парагвайских иезуитов, семейство пингонов Блистиера в Орни. Так как она сильно жестикулировала, цепочка от её часов запуталась в связке брелоков и зацепилась за маленького золотого барашка. Вдруг Арзанетта страшно побледнела. Мадемуазель Ватнас продолжала цеплять брелок. — Можешь не трудиться, — сказала Арзанетта. — Теперь я знаю твои политические убеждения. — Что? — спросила Ватнас, зардевшись, точно невинная девушка. — Ты меня прекрасно понимаешь. Фредерик ничего не понимал. Очевидно, между ними встало нечто более серьёзное и более интимное, чем социализм. — А если бы и так, — возразила Ватнас, бесстрашно выпрямившись. — Это я заняла, моя милая. Долг платежом красен. — Ещё бы! Я от своих долгов не отказываюсь. Стоит ли разговаривать из-за нескольких тысяч франков? Я, по крайней мере, занимаю деньги, но никого не обкрадываю. Мадемуазель Ватнас попыталась засмеяться. — О, я готова руку положить в огонь. Берегись, рука у тебя сухая, может и загореться. Старая дева подняла правую руку и поднесла её к своему лицу. — Но кое-кому из твоих друзей она приходится по вкусу. — Верно, андалузцам? — Вместо кастангет. — Мерзавка! Капитанша ответила глубоким поклоном. — Вы очаровательны. Мадемуазель Ватнас ничего не ответила. На висках у неё выступили капли пота. Глаза пристально смотрели на ковёр. Она задыхалась. Наконец она подошла к двери и с шумом распахнула её. — Прощайте! Я ещё вам покажу! — Посмотрим, — сказала Арзанетта. Усилия, которые она делала, чтобы сдержаться, надломили её. Она упала на диван, дрожа, бормоча ругательства, проливая слёзы. Неужели угроза Ватнас так взволновала её? Да нет же! Наплевать ей на угрозы! Может быть, та должна ей что-нибудь? Всё дело в золотом барашке. В подарке! И сквозь слёзы у неё вырвалось имя Дельмара. — Значит, она влюблена в актёра! — Так зачем же ей понадобился я? — спрашивал себя Фредерик. — С чего это он к ней вернулся? Кто велит ей поддерживать отношения со мною? Какой во всём этом смысл? — Розанетта продолжала тихонько всхлипывать. Она всё ещё лежала на боку, вытянувшись на диване, подложив под правую щеку обе рюки и казалась существом столь крупким, измученным и беспомощным, что Фредерик подошёл и нежно поцеловал её в лоб. Начались уверения в любви. Князь уехал, они свободны, но теперь она в затруднительном положении. Ты сам видел на днях, как я пустила в ход старую подкладку. Экипажей больше нет, и это ещё не всё. Обоищик грозит увезти мебель из спальни и большой гостиной. Она не знает, как быть. Фредерику хотелось ответить. — Не беспокойся, я заплачу. Но ведь это особо могла и солгать. Он был научен опытом и ограничился обычными утешениями. Опасения Розанетты были не напрасны. Пришлось отдать мебель и выехать из прекрасной квартиры на улице Друо. Розанетта сняла другую на бульваре Пуассаньер на пятом этаже. Вся таких редкостей из её прежнего будуара было достаточно, чтобы придать трём комнатам кокетливый вид. Повесили китайские шторы. Над балконом устроили тент. Для гостиной купили по случаю ковёр, совсем новый, и пуфы, обитые розовым шёлком. Фредерик принимал щедрое участие в этих приобретениях. Он радовался, как новобрачный, у которого, наконец, есть собственный дом и жена. Ему здесь нравилось, и он чуть не каждую ночь проводил у Розанетты. Однажды утром, выйдя из квартиры, он заметил внизу, в четвёртом этаже, кибернационального гвардейца, направляющегося наверх. Куда он идёт? Вот Фредерик решил выждать. Человек всё подымался, слегка опустив голову. Вдруг он взглянул наверх. Оказалось, что это Арну. Положение было ясно. Оба покраснели, испытывая одинаковую неловкость. Арну первый нашёл выход из затруднения. Ей ведь лучше, не правда ли? Спросил он, как будто Розанетта была больна, а он пришёл узнать о её здоровье. Фредерик воспользовался этим. Да, несомненно. Так, по крайней мере, мне сказала служанка. Он хотел намекнуть, что его не приняли. Теперь они стояли друг против друга в нерешительности, и каждый выжидательно смотрел на соперника. Вопрос был в том, кто из них уйдёт. Арну и на этот раз нашёл решение. Ну, ничего. Зайду потом. Куда вы направляетесь? Я провожу вас. Они вышли на улицу, и Арну заговорил, как ни в чём не бывало. Очевидно, он не был ревнив или, по свойственному ему добродушию, не умел сердиться. К тому же его занимали дела Отечества. Теперь он не расставался с военной формой. 29 марта он защищал контору прессы. Когда народ ворвался в палату, он отличился своей храбростью и приглашён был на банкет в честь Амьенской национальной гвардии. Юсане, всегда дежуривший вместе с Арну, чаще, чем кто-либо пользовался его фляжкой и сигарами, но, непочтительный от природы, любил ему противоречить. Броня — не слишком правильный язык декретов, совещания в Люксембургском дворце, безувянок, тирольцев, решительно всё, вплоть до колесницы земледелия, которую вместо валов тащили лошади и сопровождали некрасивые девицы. Наоборот, Арну защищал правительство и мечтал о слиянии партий. Между тем, дела его принимали скверный оборот. Это его мало беспокоило. Отношения Фредерика с капитаншей не огорчили его. Это открытие, так он полагал, давало ему право лишить её содержания, которое он снова назначил ей после отъезда князя. Он сослался на своё стеснённое положение, долго сокрушался, и Розанетта проявила великодушие. Тогда Арну стал считать себя настоящим любовником, а это возвышало его, молодило в собственных глазах. Не сомневаясь, что капитанша на содержание у Фредерика, он бы образил, что затеял забавную шутку, даже стал скрывать свою связь и, встречаясь с Фредериком, уступал ему место. Необходимость делиться с Арну оскорбляла Фредерика. Любезности соперника казались ему затянувшимся издевательством. Но, поссорившись с ним, он лишил бы себя возможности вернуться к своей прежней любви, и, помимо всего, он только от Арну мог что-нибудь услышать о ней. Торговец с фаянсом по своему обыкновению, а может быть, лукавя, часто упоминал о жене и даже спрашивал молодого человека, почему он больше не навещает её. Фредерик, исчерпав все отговорки, стал уверять, что несколько раз заходил к госпоже Арну, но не заставал её дома. Арну не усомнился в этом. Он часто высказывал недоумение, почему исчез их приятель, а она всякий раз отвечала, что он приходил, когда её не было. Таким образом, одна ложь не только не противоречила другой, но и подкрепляла её. Кротость молодого человека и отрадная мысль, что он обманывает его, заставляли Арну ещё больше любить соперника. Свою фамильярность он доводил до крайности и не из пренебрежения, а потому, что должен уехать на сутки по неотложному делу и просил заменить его на дежурстве. Фредерик не решился отказать и отправился на площадь карусели. Ему пришлось переносить общество национальных гвардейцев. Все они, за исключением одного рафинировщика, весельчака, поразительно много пившего, показались ему глупыми, как пробка. Главной темой разговора была замена кожаной амуниции одной портупеи. Некоторые горячились из-за национальных мастерских. «Куда мы идём?» — вопрошал кто-нибудь. Тот, к кому был обращён этот возглас, отвечал, широко открыв глаза, словно оказался на крое пропасти. «Куда мы идём?» А кто-нибудь посмелее восклицал. «Так не может продолжаться! Пора с этим покончить!» Одни и те же разговоры повторялись до самого вечера. Фредерик скучал смертельно. Каково же было его удивление, когда в одиннадцать часов появился Арну, сразу сообщивший, что он спешит отпустить его, так как уже справился со своими делами. Дел у него не было. Он всё выдумал, чтобы провести сутки наедине с Розанеттой. Но славный Арну не рассчитал своих сил, а когда утомился, почувствовал угрызение совести. Он пришёл поблагодарить Фредерика и предложить ему поужинать. «Покорно благодарю. Я не голоден. Мне бы только добраться до постели. Так тем более надо будет позавтракать вместе. Какой вы неженка! Сейчас нельзя идти домой. Уже поздно. Это опасно!» Фредерик ещё раз уступил. Товарищи, не ждавшие Арну, стали за ним ухаживать, особенно рафинировщик. Все его любили. Он был так добродушен, что даже пожалел об отсутствии Юсане. Но ему хотелось вздремнуть. На одну минутку, не дольше. «Ложитесь со мной!» — сказал он Фредерику, растянувшись на походной кровати и не сняв снаряжения. На случай тревоги он, вопреки правилам, положил рядом с собой ружьё, потом пробормотал «Милочка, ангел мой!» и незаметно уснуть. Разговаривавшие замолчали. Мало-помало выдворилась глубокая тишина. Фредерико мучили блохи, и он смотрел по сторонам. Вдоль стены, выкрашенной жёлтой краской, тянулась длинная полка, на которой лежали ранцы, образуя ряд горбиков, а внизу были составлены ружья, все свинцового цвета. Слышался храп национальных гвардейцев, их животы смутно вырисовывались в сумраке. На печке стояли тарелки и пустая бутылка. Вокруг стола, на котором валялись игральные карты, стояли три соломенных стула. На скамейке лежал барабан, ремни его свисали до полу. В дверь дул тёплый ветер, и лампа коптила. Арну спал, раскинув руки, ружьё его лежало наискось, прикладом вниз, дуло было нацелено ему под мышку. Фредерик заметил это и испугался. Да нет, пустое, нечего опасаться. А всё-таки, если бы он умер. И сразу нескончаемой вереницей замелькали картины. Он увидел себя рядом с ней ночью в почтовой карете. Потом, на берегу реки летним вечером, наконец, присветил лампы дома в их доме. Он даже занялся хозяйственными выкладками и планами, созерцая, уже осязая своё счастье. А для достижения его надо было только взвести курок. Можно просто толкнуть его носком. Раздался бы выстрел? Случайность. Только и всего. Фредерик развивал свою мысль, точно драматург, занятый сюжетом. Вдруг ему показалось, что она близится к осуществлению и что дело не обойдётся без его участия, что ему этого хочется. И тут его охватил ужас. Он мучился, но испытывал удовольствие и всё сильнее ему отдавался, чувствуя со страхом, как исчезает его сомнение. В этом бреду растворился весь остальной мир, и только невыносимое стеснение в груди поддерживало в нём сознание своего «я». — Не выпить ли нам белого вина? — спросил, проснувшись, рафинировщик. Арну соскочил с постели, а когда вино было выпито, захотел стать на дежурство вместо Фредерика. Затем Арну повел его завтракать на Шарцерскую улицу к Парли, и так как ему надо было подкрепиться, он заказал два мясных блюда, омара, яичницу с ромом, салат и так далее. Всё это они запивали Сатерном 1819 года и Романией 42-го, не считая шампанского, подданного к десерту и ликёров. Фредерик ни в чём не противоречил ему. Он чувствовал себя неловко, как будто Арну мог заметить на его лице следы недавних мыслей. Облокотясь на стол и очень низко наклонившись, Арну смущал Фредерика упорным взглядом и делился с ним своими фантазиями. Ему хотелось арендовать все насыпи Северной железной дороги, чтобы засадить их картофелем. Или же устроить по бульварам грандиозную кавалькаду, в которой участвовали бы современные знаменитости. Он снял бы по пути её следования все окна, и, сдав каждое из них по три франка, в среднем получил бы недурной барыш. Вообще он мечтал об удаче, которую ему принесёт какая-нибудь спекуляция. Рассуждал он, однако, как человек нравственный, порицал излишество, бесчинство. Вспоминал о своём бедном отце и рассказывал, что каждый вечер, прежде чем помолиться Богу, отдаёт себя на суд своей совести. Ещё капельку киросу, а? Как вам угодно. Что до республики, то всё уладится. Словом, он считал себя счастливейшим в мире человеком. И, забывшись, стал превозносить достоинство Розанетты, сравнивая её даже со своей женой. Это уж совсем другое дело. Какие бёдра! За ваше здоровье! Фредерик чокнулся с ним. Бугоду Арну он выпил лишнее. К тому же яркое солнце опьянило его, и когда они вместе пошли по улице Вивьен, их эпалеты братски соприкасались. Вернувшись домой, Фредерик проспал до семи часов. Потом отправился к капитанше. Она с кем-то ушла. Может быть, с Арну? Не зная, чем заняться, он дошёл до бульвара, но не мог пробраться дальше ворот Сен-Мартен. Так много здесь было народу. Многие рабочие были выброшены на улицу, и предоставленные самим себе каждый вечер приходили к воротам Сен-Мартен и делали смотр своим силам в ожидании, когда будет подан сигнал. Несмотря на закон, запрещавший всякие сборища, эти клубы отчаяния становились угрожающе многолюдными, и у многих буржуа вошло в моду ежедневно прогуливаться здесь, щеголяя своей храбростью. Вдруг в трёх шагах от себя Фредерик увидел Домброза с Мартиноном. Фредерик отвернулся. Домброз достиг того, что его избрали в депутаты, и он был на него сердит. Но промышленник остановил его. — На одну минутку, дорогой мой! Я вам должен дать объяснение! — Да мнение не требуется. Сделайте милость, выслушайте меня. Тут вовсе не было его вины. Его упросили, в известном смысле даже принудили. Мартинон подтвердил. Жители Нажана прислали к нему депутацию. К тому же я не считал себя связанным с тех пор, как толпа, хлынувшая на тротуар, оттеснила Домброза. Вскоре он снова появился и сказал Мартинону. — Вот уж это истинная услуга! Вы не раскаетесь! Все трое остановились около магазина и прислонились к стене, чтобы удобнее было разговаривать. Время от времени раздавались крики. — Да здравствует Наполеон! Да здравствует Барбес! Долой, Мари! Слышался громкий говор бесчисленной толпы, и все эти голоса, отраженные стенами домов, сливались в непрерывный гул, подобный шуму волну в гавани. Порой они смолкали, тогда гремела Марсельеза. В подворотнях какие-то таинственные личности предлагали трости с кинжалами. Иногда два субъекта, перемигнувшись мимоходом, быстро расходились. На тротуаре кучками стояли зеваки, на мостовой колыхалась густая толпа. Отряды полицейских, выходивших из переулков, сразу же растворялись в ней. Красные флажки, мелькавшие то здесь, то там, напоминали вспышки пламени. Кучера, восседавшие на козлах, разводили руками, а потом поворачивали назад. Все находилось в движении, зрелище было чрезвычайно занятное. — Как бы все это развлекло мадемуазель Сесиль, — сказал Мартинон. — Но вы ведь знаете. Жена моя не любит отпускать племянницу с нами, — ответил, улыбаясь Домброз. Он стал неузнаваем. Целых три месяца он кричал «Да здравствует республика!» и даже голосовал за изгнание Орлеанской династии. Но пора было прекратить уступки. Он был так озлоблен, что носил в кармане кастет. Кастет был и у Мартинона. Судебные должности перестали быть несменяемыми, поэтому он бросил службу и резкостью суждений превосходил Домброза. Промышленник особенно ненавидел Ла Мартина за то, что он поддерживал Ледрю Рулена, а заодно и Пьера Леру, Прудона, Консидерана, Ламенне — всех сумасбродов, всех социалистов. Ведь чего они хотят, в конце концов? Отменили пошлину на мясо и аресты за долги. Сейчас разрабатывается проект земельного банка. На днях учредили государственный банк. А в бюджете 5 миллионов предусмотрено на нужды рабочих. К счастью, с этим покончено благодаря Дефаулу. Пусть проваливают скатертью дорога. В самом деле, не зная, как прокормить 130 тысяч рабочих, занятых в национальных мастерских, министр общественных работ подписал в тот же день постановление, приглашавшее всех граждан в возрасте от 18 до 20 лет поступить в солдаты или отправиться в провинцию обрабатывать землю. Это предложение их возмутило. Они решили, что хотят уничтожить республику. Жизнь вдали от столицы казалась печальной, как изгнание. Им же рисовалась дикая местность, где они погибнут от лихорадки. К тому же многие из них привыкли к тонким ремеслам и считали земледелие занятием унизительным. Наконец, это был обман, насмешка, полный отказ от всех обещаний. Если они станут сопротивляться, власти прибегнут к силе. Они не сомневались в том и хотели предупредить нападение. К девяти часам люди, скопившиеся у Бастилии и у Шатле, хлынули на бульвар. От ворот Сен-Дени до ворот Сен-Мартен кишела сплошная, огромная, темно-синяя, почти черная масса. У всех, кого можно было разглядеть, в толпе глаза горели. Лица были бледные, исхудавшие от голода, возбужденные несправедливостью. А тем временем собирались тучи. Грозовое небо наэлектризовывало толпу, кружившуюся на одном месте, нерешительную, охваченную широким волнообразным движением, которое напоминало водоворот. И в глубинах ее чувствовалась сила, как бы стихийная мощь. Потом все запели «Фонарики! Фонарики!» Несколько окон остались неосвещенными, в них бросили камни. Домбрёс счел более осторожным удалиться. Молодые люди пошли провожать его. Он предвидел великие бедствия. Народ опять мог ворваться в палату. По этому поводу Домбрёс рассказал, что 15 мая он погиб бы, если бы не самоотверженность одного национального гвардейца. «Да это же ваш приятель!» «Я и забыл! Ваш приятель, торговец с фаянсом, Жак Арну!» Мятежники задавили бы его, а этот храбрый гражданин взял его на руки и отнес в сторону. Тут и завязалось нечто вроде знакомства. «Как-нибудь на днях надо будет пообедать вместе, а вы передайте ему, раз вы часто с ним встречаетесь, что он мне очень нравится. Прекрасный человек! По-моему, на него клевещут. И он не глуп, этот плут! Ну, прощайте! Всего лучшего!» Расставшись с Домбрёсом, Фредерик отправился к капитанше и очень мрачно сказал, что она должна выбрать либо он, либо Арну. Она кротко ответила, что совершенно не понимает таких глупостей, что не любит Арну, нисколько не дорожит им. Фредерик жаждал уехать из Парижа. Она не воспротивилась этой прихоти, и они на следующий же день перебрались в фонтанблоу. В гостинице, где они остановились, посреди двора журчал фонтан, что составляло ее главное отличие. Двери комнат выходили в коридор точно в монастыре. Им отвели большую комнату, хорошо обставленную, обтянутую критоном и очень спокойную. Путешественников было мало. По улице рассказывали праздные обыватели. Попозже, когда настали сумерки, под их окнами дети затеяли игру в городки. Тишина, которой сменился шум Парижа, удивляла и умиротворяла их. Ранним утром они пошли осматривать дворец. Бойдя в железные ворота, они увидели весь его фасад. Пять павильонов с остроконечными крышами, лестницу в форме подковы в глубине двора и два более низких флигеля справа и слева. Лишайники на мощеном дворе сливались издали с бурыми тонами кирпичей. Дворец, напоминавший окраской ржавые латы, был царственно невозмутим, исполнен воинственного и печального величия. Наконец появился сторож со связкой ключей. Сперва он показал им покои королев, папскую молельню, галерею Франциска I, столик красного дерева, на котором император подписал отречение от престола, а в одной из комнат, на которой разделена была прежняя оленья галерея, то место, где по приказу Христины был убит Мональдески. Розанетта внимательно выслушала эту историю, потом, обернувшись к Фредерико, сказала, «Наверное, из ревности. Смотри, берегись». Затем они прошли через залу совета, через караульную залу, тронную залу и гостиную Людовика XIII. В высокие незавешенные окна проникал дневной свет. Ручки дверей и окон, медные ножки консолей потускнели под слоем пыли. Мебель закрывали чехлы из грубого холста. Над дверьми изображены были охотничьи сцены времен Людовика XV, а на гобеленах — боги Олимпа, Психея и сражения Александра. Проходя мимо зеркала, Розанетта всякий раз останавливалась на минутку, чтобы пригладить волосы. Миновав башенный двор и осмотрев капеллу Святого Сатурника, они вышли в парадную залу. Их ослепило великолепие плафона, разделенного на восьмиугольники с золотым и серебряным орнаментом, превосходящим тонкостью работы драгоценную безделушку и обилие стенной живописи, начиная с гигантского камина, украшенного гербом Франции в раме из полумесяцев, и кончая эстрадой для музыкантов на другом конце зала. Десять сводчатых окон были широко распахнуты. Живопись блистала в лучах солнца. Голубое небо, уходя в беспредельность, перекликалось с ультрамариновым тоном сводов, а из глубины туманных лесов, скрывавших горизонт, как будто доносились эхо охотничьих рогов из слоновой кости и звуки мифологических балетов, исполняемых под сенью листвы принцессами и велиможами, переодетыми нимфами и сельванами, отголоски времен наивных знаний, сильных страстей и пышного искусства, когда мир стремились перевратить в грезу о гесперидах, а любовниц королей уподобляли небесным светилам. Прекраснейшая из этих знаменитых женщин велела запечатлеть себя на правой стене в виде дианы-охотницы и даже адской дианы, очевидно в знак того, что власть ее не кончится даже за гробом. Все эти символы вещали о славе этой женщины, и до сих пор что-то оставалось от нее, не то смутный от звуки ее голоса, не то от близки ее сияния. Фредерик почувствовал невыразимое вожделение, рожденное этим прошлым. Чтобы отвлечься, он нежно взглянул на Розанетту и спросил, не хочется ли ей быть на месте этой женщины. Какой женщины? Дианы де Пуатье. Он повторил. Дианы де Пуатье, любовницы Генриха Второго. В ответ она протянула. А-а-а. И ее молчание ясно доказывало, что она ничего не знает и ничего не понимает. Снисходя к ней, он спросил, тебе, может быть, скучно? Нет, нет, напротив. Подняв голову и обводя стены, ничего не выражающим взглядом, Розанетта изрекла. Это вызывает воспоминания. Однако по лицу ее было заметно, что она делает усилия, чтобы настроиться на благоговейный лад. А так как серьезность очень шла к ней, он извинил ее. Пруд с карпами занял ее гораздо больше. Она добрых четверть часа кидала в воду кусочки хлеба, чтобы посмотреть, как набрасываются на них рыбы. Фредерик сел рядом с ней под липами. Он думал о тех людях, которых и видели эти стены, о Карле Пятом, о королях из дома Валуа, о Генрихе Четвертом, о Петре Великом, о Жанжаке Руссо и прекрасных дамах, проливавших слезы в нижних ложах, о Вольтере, Наполеоне, Пиев Седьмом, Луи Филиппе. Он чувствовал, как обступают, теснят его неугомонные покойники. Нестройная вереница вставших перед ним образов ошеломила Фредерико, хотя он и ощущал прелесть прошлого. Наконец они спустились к цветнику. Он занимает большой прямоугольный участок, и можно было одним взглядом окинуть широкие желтые дорожки, квадратики газона, завитки буксов, пирамидальные тисы, низкие кустики и узкие клумбы, где редкие цветы выделяются пятнами на серой земле. За цветником начинается парк из конца в конец которого тянется длинный канал. Королевские жилища полны какой-то своеобразной меланхолии, вызываемой должно быть несоответствием между их огромными размерами и немногочисленностью обитателей, той тишиной, которую мы с удивлением находим здесь после стольких трубных звуков, той незабываемой роскошью, которая своей древностью изобличает быстротичность династий, неизбывную тщету всего сущего. И это дыхание веков, дурманящие и скорбные, точно аромат мумии, воспринимают даже умы, не отличающиеся тонкостью. Розанетта отчаянно зевала. Они вернулись в гостиницу. После завтрака им подали открытый экипаж. Они выехали из Фонтенбло через обширную круглую площадку, потом стали шагом подниматься по песчаной дороге в низкорослом сосновом лесу. Дальше деревья становились выше. Кучер время от времени говорил, вот сиамские близнецы, фарамонт, королевский букет, не пропуская ни одного из знаменитых пейзажей и порою останавливал лошадей, чтобы можно было полюбоваться видом. Они въехали в Франшарскую рощу. Экипаж скользил по траве, точно сани, ворковали невидимые голуби. Вдруг появился слуга из кафе, и коляска остановилась у садовой ограды, за которой стояли круглые столики. Затем, оставив слева стены разрушенного аббатства, Фредерики Розанетто пошли по тропинке, усеянной крупными камнями, и вскоре очутились в глубине ущелья. Один его склон покрыт песчаником и кустами можжевельника, а другой, почти голый, спускается в овраг, где среди яркого вереска бледной лентой тянется тропинка. Вдали подымается вершина холма в форме усеченного конуса, а за ней телеграфная вышка. Полчаса спустя они еще раз вышли из коляски и стали взбираться на высоты Апримона. Дорога вьется среди приземистых сосен и угловатых скал. В этой части леса глухо, дико, сурово. На память приходят отшельники, которые некогда жили здесь среди огромных оленей с огненными крестами между рогов и, отечески улыбаясь, встречали добрых французских королей, преклонявших колено у входа в их пещеры. Жаркий воздух насыщен был запахом смолы, корни деревьев сплетались на земле точно жилы. Розанетта, спотыкаясь о них, приходила в отчаяние. Ей хотелось плакать. Но, взобравшись на вершину, она повеселела. Под навесом из ветвей оказалось нечто вроде ресторанчика. Тут же продавались вещицы, вырезанные из дерева. Она выпила бутылку лимонада, купила палку из астралиста и, даже не взглянув на ландшафт, открывавшийся с плоскогорья, вошла в разбойничью пещеру вслед за мальчиком, который нес факел. Коляска ожидала их в Бабрео. Художник в синей блузе работал под дубом, держа на коленях ящик с красками. Он поднял голову, поглядел им вслед. На косогоре Шайи они попали под внезапно вплынувший ливень, так что пришлось поднять верх экипажа. Дождь быстро прекратился, и когда они въезжали в город, мостовая блестела на солнце. От путешественников, только что прибывших, они узнали, что в Париже идут жестокие и кровавые бои. Розанетту и ее любовника это не удивило. Вскоре новые постояльцы отправились в дорогу. В гостинице снова все стихло, газ погасили, и они заснули под плеск фонтана, который бил во дворе. На другой день они поехали осматривать волчьи ущелья, озеро Фей, долгий утес, Марлотту, а на третий предоставили кучеру везти их, куда ему вздумается, даже не спрашивая, где они, и зачастую не обращая внимания на знаменитые пейзажи. Им так хорошо было в старом ландо, обтянутом внутри, полотняной материи, с выцветшими полосками, с низким, точно диван, сиденьем. А враги, заросшие кустарником, скользили мимо них мерно и непрерывно. Белые лучи, точно стрелы, пронизывали высокий папоротник. Уходя прямыми линиями вдаль, в стороне открывались дороги, по которым теперь никто не ездил, и местами на них уже мягко зыбилась трава. На перепутьях простирали свои руки кресты, а кое-где столб кривился подобно засохшему дереву. Узкая, извилистая тропинка, теряясь под деревьями, манила в лес. Лошадь тут же сворачивала, колеса вязли в грязи, дальше виднелись глубокие колеи, поросшие мхом. Им казалось, что они совсем одни, далеко от людей. Но вдруг навстречу попадался лесничий с ружьем, или проходили женщины в лохмотьях с длинными вязанками хвороста на спине. Когда коляска останавливалась, воцарялась полная тишина. Только слышно было, как дышит лошадь, да раздавался слабый птичий крик. Кое-где опушка леса была ярко освещена, а чаще погружена в тень. Местами свет, смягченный на первом плане мглистым сумраком, растелался вдали лиловатой дымкой, белыми пятнами. Солнце, стоявшее высоко в небе, бросало отвесные лучи на широколиственную сень деревьев, осыпало их брызгами света, усеивало кончики ветвей серебряными каплями, растелалось по траве изумрудными полосами, ложилось золотыми бликами на груды опавших листьев. Закинув голову, можно было между верхушками деревьев увидеть небо. Некоторые деревья, непомерно высокие, походили на императоров и патриархов, иные вершинами касались друг друга, образуя подобие триумфальных арок. Те же, что росли косо, казались колоннами, которые вот-вот рухнут. В этом ряду частых отвесных стволов возникали кое-где просветы. Тогда огромными зелеными волнами вздымались неровные цепи холмов, сливавшихся с долинами, а за ними выселись гребни других холмов, спускавшихся к золотистым нивам, которые исчезали в бледной, смутной дали. Порой, стоя друг подли друга на какой-нибудь возвышенности, они вдыхали ветер и чувствовали, что в душу их проникает как бы гордое сознание иной, более свободной жизни и ощущали избыток сил, беспричинную радость. Благодаря разнообразию деревьев пейзаж все время менялся. Буки с белыми и гладкими стволами сплетались корнями, ясени томно опускали свои синевато-зеленые ветки среди молодых грабов. Точно выритые из бронзы щетинились астралисты. Потом шал ряд тонких берез, склонившихся в эллигической позе, а сосны, симметричные, как трубы органа, казалось, пели, беспрерывно покачиваясь из стороны в сторону. Были здесь и огромные узловатые дубы. Устремляясь и ввысь, они судорожно изгибались, сжимали друг друга в объятиях и, крепко держась на корнях, простирали вверх обнаженные ветви, точно бросая отчаянные призывы, яростные угрозы, подобно титанам, оцепеневшим в гневе. Что-то гнетущее, какое-то лихорадочное томление тяготело над гладью болотистых вод, огруженных колючим кустарником, лишайники, растущие по их берегам, куда волки приходят на водопой, напоминали цветом серу, как будто по ним ступали ведьмы. Непрестанное кваканье лягушек отвечало карканью кружившихся ворон. Далее тянулись однообразные просеки, кое-где засаженные молодыми деревцами. Раздавался грохот железа, тяжелые и частые удары. На склоне холма артель рабочих дробила камень. Скалы попадались все чаще и, наконец, заполнили весь пейзаж, кубические, как дома, или плоские, как плиты. Они сталкивались, громоздились одна на другую, сливались, словно неведомые чудовищные развалины исчезнувшего города. Но самое неистовство их хаоса скорее наводило на мысль о вулканах, потопах, великих, неведомых нам катаклизмах. Фредерик говорил, что скалы эти стоят здесь от начала мира и останутся до конца его. Розанетта отворачивалась, заявляя, что она от таких вещей с ума сойдет, и отправлялась рвать вереск. Его мелкие лиловатые цветочки, теснясь один к другому, сливались в неровные пятна, а земля, осыпавшаяся под его кустиками, черной бахромой выделялась на песке, усеянном блестками слюды. Однажды они решили взобраться на песчаный холм и поднялись до половины его. По склону, не знавшему следов человеческой ноги, симметричными волнами застыл песок, кое-где выступали скалы, точно острова на высохшем ложе океана, смутно напоминая своими формами разных зверей, черепах с вытянутыми головами, ползающих тюлений, гиппопотамов, медведей. Кругом никого, ни единого звука. Песок, озаренный солнцем, слепил глаза. И вдруг в этом дрожащем свете звери словно зашевелились. Фредерик и Розанетта в испуге бросились назад, у них закружилась голова. Строгое спокойствие леса передавалось им, и, покачиваясь на рессорах, они порой хранили молчание, отдаваясь безмятежной неге. Обняв Розанетту за талию, он слушал ее голос и щебетания птиц, рассматривал черные виноградины на ее шляпке и ягоды на кустах можжевельника, складки ее вуали и завитушки облаков, а, наклоняясь к ней, вдыхал свежесть ее кожи вместе с запахами леса. Все забавляло их. Они, как на диковинку, указывали друг другу на тонкие нити паутины, свесившиеся с куста, на углубления в камнях полной воды, на белку в ветвях, на двух бабочек, летевших им вслед. В шагах в двадцати от них спокойно прошла под деревьями кроткая благородная лань, а рядом ее детеныш. Розанетти захотелось догнать их и расцеловать. Как-то раз она очень испугалась. Неожиданно к ним подошел человек и показал в ящике трех гадюк. Она крепко прижалась к Федерику, и он был счастлив, чувствуя ее слабость и свою силу, сознавая, что может защитить ее. В тот же вечер они обедали в ресторане на берегу Сены. Стол их стоял у окна. Розанетти сидела против Федерика, и он любовался ее изящным носиком, сочными губками, ясными глазами, пышными каштановыми волосами, красивым овалом лица. Платье из небеленного фуляра плотно облегало ее плечи, немного покатые, а руки, выступавшие из гладких манжет, резали, наливали, двигались над скатертью. Им подали распластанного цыпленка, матлот из угрей в глиняной миске, терпкое вино, черствый хлеб, зазубренные ножи. Все это усиливало их радость, поддерживало сладостные иллюзии, им чудилось, что они путешествуют по Италии, справляя медовый месяц. Перед тем, как сесть в экипаж, они пошли прогуляться по берегу реки. Нежно-голубое небо, точно купол, опрокинулось над землей, касаясь вдали зубчатых очертаний леса. На противоположном конце поляны выселась колокольня сердской церкви, а дальше налево. Крыша дома отражалась красным пятном в извилистой реке, казавшейся неподвижной. Однако камыши наклонялись, и вода тихо покачивала воткнутые у берега жерди, на которых были развешаны сети. Тут же стояли ивовая верша и две-три старые лодки. У постоялого двора служанка в соломенной шляпе тянула ведра из колодца. Каждый раз, как ведро поднималось, Фредерик с невыросимым наслаждением прислушивался к скрипу цепи. Он не сомневался, что будет счастлив до конца своих дней. Таким естественным было это счастье, так неразрывно оно сливалось с его жизнью и с обликом этой женщины. Ему хотелось говорить ей нежные слова. Она мило отвечала ему, тихонько ударяла его по плечу, и его очаровывала неожиданность ее ласк. Он открывал в ней новую красоту, которая, быть лишь отблеском окружающего мира или была вызвана к жизни его сокровенной сущностью. Когда они отдыхали в поле, он клал голову ей на колени под тень зонтика. Или оба они ложились на траву, подлого смотрели в глаза друг другу, пробуждая желание, затем утоляли его, и, смежив веки, погружались в молчание. По временам слышались где-то вдали раскаты барабана. Это в деревне били тревогу, созывая народ на защиту Парижа. «Ах, да, это восстание», говорил Фредерик с презрительной жалостью. Все эти волнения оказались ему ничтожными по сравнению с их любовью и вечной природой. Они болтали Бог весть о чем? О вещах, которые так были им известны, о людях, которые их не занимали, о всяких пустяках. Она рассказывала ему о своей горничной и о своем парикмахере. Однажды она проговорилась, сказала, сколько ей лет. Двадцать девять. Она стареет. Не раз, сама того не замечая, Розанетта сообщала ему подробности из своей жизни. Она служила продавщицей в магазине, ездила в Англию, готовилась стать актрисой. Все это были отрывочные сведения, и Фредерик не мог восстановить цельной картины. Однажды она рассказала о себе больше, когда они сидели на луговом откосе под платаном. Внизу у дороги босая девочка пасла корову. Заметив их, она подошла попросить милостыню. Одной рукой она придерживала лохмоти своей юбки, а другой почесывала черные волосы, напоминавшие парик времен Людовика XIV и окаймлявшие ее смуглое личико, которое зарялось блеском ослепительных глаз. Со временем она будет хорошенькая, сказал Фредерик. Хорошо, если у нее нет матери, заметила Розанетта. Как? Почему? Ну да, вот если бы у меня... Она вздохнула и стала рассказывать про свое детство. Ее родители были предельщики в Круа-Рус. У отца она была вместо подмастерья. Бедняга работал, старался изо всех сил, но жена ругала его и все норовила распродать, лишь бы напиться. Розанетта, как сейчас, помнила их комнату. Станки, стоявшие боком у окон, котел с супом на печке, кровать, выкрашенная под красное дерево, против нее шкаф и темный чулан, где она спала до пятнадцати лет. Однажды к ним явился господин жирный, с бурым лицом и с повадками святоши, весь в черном. Он переговорил с ее матерью, и вот через три дня, Розанетта запнулась и добавила, бросив на Фредерико взгляд, полный бесстыдства и горечи, дело было сделано. Как бы отвечая на невольное движение Фредерико, она продолжала, он был женатый, дома, боялся скомпрометировать себя, поэтому меня отвели в ресторан, в отдельный кабинет, и сказали, что я буду счастлива, что он сделает мне хороший подарок. Первое, что меня поразило, едва я только вошла, был вызолоченный канделябр на столе, где стояло два прибора, они отражались в зеркале на потолке, стены были обтянуты голубым шелком, комната походила на ольков. Все это меня изумляло, ты понимаешь, ведь я была нищая девочка, ничего еще не видевшая, хотя меня и ослепил этот блеск, мне сделалось страшно, мне хотелось уйти, но я осталась. У стола стульев не было, стоял только диван, я села, он был такой мягкий, и задушенный, покрытый ковром, шел горячий воздух. Я ни к чему не притрагивалась, передо мной стоял лакей и уговаривал меня поесть, он налил мне полный стакан вина, у меня закружилась голова, я хотел открыть окошко, но он сказал, нет, барышня, нельзя, и ушел. На столе была всякая всячина, о которой я и представления не имела, ни одно искушение мне не понравилось, тогда я набросилась на варенье в вазочке и все ждала, не знаю, что его задержало. Было уже поздно, около полуночи, я изнемогала от усталости, я стала перекладывать подушки, чтобы поудобнее улечься, и вдруг мне под руки попалось нечто вроде альбома, какая-то тетрадь с неприличными картинками. Я спала, подложив ее под голову, когда он вошел. Разанетта поникла и задумалась. Вверху шелестели листья, над густой травой покачивался высокий стебель на перстянке, поляну заливали волны света, и только изредка слышно было, как корова, которую уже потеряли из виду, пощипывает траву. Разанетта пристально и сосредоточенно смотрела в одну точку прямо перед собой. Ноздри ее трепетали. Фредерик взял ее за руку. Сколько ты выстрадала, бедняжка! Да, промолвила Разанетта, больше, чем ты думаешь. Даже хотела покончить с собой. Меня вытащили из воды. Как так? Не стоит вспоминать. Я тебя люблю, я счастлива. Поцелуй меня. И она стала отдирать репей, приставший к подолу ее платья. А Фредерик думал о том, чего она не сказала. Какими путями выбилась она из нищеты? Кому из любовников обязана своим воспитанием? Что было в жизни Разанетты до того дня, когда он в первый раз появился в ее доме? Ее последнее признание затрудняло расспросы. Он только полюбопытствовал, как она познакомилась с Арну. Через ват нас. Не тебя ли я видел однажды вместе с ними Пали Рояль? Он назвал дату. Разанетта сделала усилие, припоминая, да, верно, не весело мне было в те времена. Однако Арну показал себя с наилучшей стороны. Фредерик в этом не сомневался, но все же их друг большой чудак, у него много недостатков. Он не применил перечислить их. Она соглашалась. Что из того? Все таки нельзя не любить этого негодяя. «Даже теперь?» спросил Фредерик. Она покраснела и, полусмеясь, полусердито возразила. «Да нет же! Все это было давно! Я от тебя ничего не скрываю, а даже если бы и так, ведь он совсем другое! Впрочем, ты не особенно мило ведешь себя со своей жертвой». «Жертвой?» Розанетта взяла его за подбородок. «Ну, разумеется, из-за сю-сю-кула, как делают это кормилицы?» «Ты не всегда был пайника, с его жидной в одной постельке. Бай-бай!» «Я никогда в жизни!» Розанетта улыбнулась. Ее улыбка оскорбила его, как доказательство равнодушия, там он подумал. Но она стала кротко расспрашивать его взглядом, умоляя ответить ложью. «Правда?» «Ну, конечно!» Фредерик поклялся ей, что никогда не помышлял о госпоже Арну, ведь он страстно влюблен в другую. «В кого же это?» «Да в вас, моя красавица!» «Не издевайся надо мной!» «Меня это раздражает!» Он счел более осторожным рассказать ей о вымышленном увлечении, придумал целую историю, он сочинял подробности, самые правдоподобные. Впрочем, особо это сделало его очень несчастным. «Тебе решительно не везет», сказала Розанетта. «Да нет же, не всегда», ответил Фредерик, намекая на любовные удачи и желая этим внушить Розанетте более высокое мнение о себе, подобно тому, как она не называла всех своих любовников, ибо даже в минуты самых искренних излияний остаются недомолвки, и причина их ложный стыд, совестливость или жалость. В своем ближнем, а затем и в самом себе открываешь бездны или клоаки, которые не позволяют идти дальше, там уже чувствуешь, что тебя не поймут. Трудно точно выразить что бы то ни было, недаром в любви полное единение редко. У бедной капитанши ничего лучшего не было в жизни. Часто, когда наглядела на Фредерика, слезы блестели у нее на ресницах. Она поднимала глаза к небу и смотрела вдаль, как будто там вставала яркая заря, открывалась будущность, полная безграничного блаженства. Наконец, она призналась, что ей хотелось бы отслужить молебен. Это принесет счастье нашей любви. Отчего же она так долго противилась ему, она и сама не знала. Он несколько раз задавал ей этот вопрос, и она отвечала, сжимая его в объятиях, «Я боялась слишком горячо полюбить тебя, милый». В воскресенье утром Фредерик, читая газету, встретил в списке раненых имя Дюссардье. Он вскрикнул и, показав Розанетти газету, заявил, что немедленно уезжает. Зачем это? Чтобы видеть его, ухаживать за ним. Надеюсь, ты не оставишь меня одну. Поедем вместе. Ах, вот как! Чтоб попасть в эту кутерьму, благодарю покорно. Но ведь я не могу. Та-та-та. Как будто в больницах мало фельдшеров. А он-то чего совался? Ему какое дело? Каждый должен думать о себе. Он был возмущен ее эгоизмом и стал упрекать себя, зачем не остался там вместе с другими. В этом равнодушии к бедствиям Родины было нечто пошлое, мещанское. Любовь к Розанетте вдруг стала тяготить его точно преступления. Они целый час дулись друг на друга. Потом она стала умолять его выждать, не подвергать себя опасности. А вдруг тебя убьют? Ну что же? Зато я исполню свой долг. Розанетта так и подскочила. Его долг прежде всего любить ее. Значит она ему не нужна? Где во всем этот здравый смысл? Что за фантазия? Боже мой! Фредерик позвонил и велел слуге принести счет. Но вернуться в Париж было нелегко. Дирижанс конторы Лилуар только что ушел. Кареты Лекунта не брали пассажиров. Дирижанс из Бурбоне пребывал поздно ночью, обычно переполненный, ничего нельзя было предвидеть. Потеряв много времени на справке, Фредерик решил взять почтовых лошадей. Пучмейстер отказал ему, так как у Фредерика не было с собой паспорта. В конце концов он нанял коляску, ту самую, в которую она ездила кататься, и к пяти часам они добрались до торговой гостиницы в Милене. На рыночной площади стояли в козлах ружья. Префект запретил в национальной гвардии выступать в Париж. Гвардейцы, не принадлежавшие к его департаменту, хотели продолжать путь, раздавались крики, в гостинице стоял шум. Испуганная Розанетт объявила, что дальше не поедет, и снова стала умолять его остаться. Хозяин и хозяйка гостиницы поддержали ее. В спор вмешался один из обедавших, добрый малый. Он утверждал, что сражаться скоро перестанут, но свой долг надо исполнить. Капитанша зарыдала еще громче. Фредерик был вне себя. Он отдал Розанетте свой кошелек, наскоро поцеловал ее и скрылся. На вокзале в Корбее он узнал, что мятежники разобрали кое-где рельсы, а кучер отказался везти его дальше, говоря, что лошади замучились. Все же с его помощью Фредерик достал скверный кабриолет, в котором за 60 франков, не считая того, что он дал на водку, его согласились довезти до итальянской заставы. Но уже за сто шагов до заставы кучер попросил его сойти и повернул назад. Фредерик пошел по дороге, как вдруг часовой штыком преградил ему путь. Четыре человека набросились на него, крича, «Это один из них! Держите его! Обыскать! Разбойник! Сволочь!» Изумление Фредерика было так велико, что он дал увезти себя в караульню у заставы на площади, где сходятся бульвары Гобеленов и Госпитальный и улицы Готфруа и Муфтар. Подступы к площади загораживали четыре баррикады, четыре громадные груды булыжника, местами трещали факелы. Несмотря на клубившуюся пыль, Фредерик различал пехотинцев и национальных гвардейцев с почерневшими свирепыми лицами в изодранных мундирах. Они только что заняли эту площадь и расстреляли несколько человек. Ярость их еще не улеглась. Фредерик сказал, что он приехал из Фонтенбло, желая помочь раненому товарищу, который живет на улице Бельфон. Сначала ему не поверили, осмотрели его руки, даже понюхали уши, чтобы удостовериться, не пахнет ли от него порохом. Однако все время, твердя одно и то же, он наконец убедил в своей правоте капитана, и тот приказал двум стрелкам припроводить его к посту у ботанического сада. Спустились по госпитальному бульвару, дул сильный ветер, он освежил Фредерико. Потом повернули на конный рынок. Направо огромным темным массивом выступал ботанический сад, налево, будто охваченный пожаром, сверкал огнями фасад больницы милосердия. Во всех окнах горел свет, за ними мелькали тени. Провожатые Фредерико вернулись назад. До политехнической школы его сопровождал уже другой человек. На улице Сен-Виктор царил полный мрак. Ни одного газового рожка, ни одного освещенного окна. Каждые десять минут раздавался оклик «Часовой! Слушай!» И этот крик, прорезывая тишину, рождал отклики, как камень, падающий в пропасть и пробуждающий эхо. Порою приближались чьи-то тяжелые шаги. Это проходил патруль, смутная масса, по меньшей мере сотни людей. Доносился шепот, ни громкое бряца, ни оружие. Мерно покачиваясь, патруль уходил, растворялся в темноте. На каждом перекрестке неподвижно возвышался гонный драгун. Время от времени галопом проносился курьер, затем снова наступала тишина. Где-то везли пушки, и над мостовой стоял глухой и грозный грохот. Сердце сжималось от этих звуков, не похожих на привычные звуки. Они как будто даже углубляли тишину, зловещую, полную, черную тишину. К солдатам подходили люди в белых блузах, что-то говорили им и исчезали как привидения. В караульне политехнической школы было битком набито. На пороге толпились женщины, просившие свидания с сыном или мужем. Их отсылали в пантеон, превращенный в морг, и никто не хотел слушать Фредерико. Он настаивал, клялся, что его друг Дюссардье ждет его, что он может умереть. В конце концов отрядили капрала проводить его в конец улицы Сен-Жак в мэрию двенадцатого округа. Площадь пантеона была полна солдат, спавших на соломе. Занималось утро. Гасли бивачные огни. Мятеж в этом квартале оставил страшные следы. Улицы, разрытые из конца в конец, вставали горбом. На баррикадах, теперь разрушенных, громоздились кузова амнибусов, газовые трубы, колеса от телег, кое-где виднелись небольшие черные лужи. Должно быть кровь. Стены домов были пробиты снарядами, из-под отвалившейся штукатурки выступала дранка. Жалюзи, державшиеся на одном гвозде, висели точно рваные тряпки. Лестницы проваливались, двери открывались в пустоту. Можно было заглянуть в комнаты, обои превратились в лохмотье. Кое-где оказывалась в целости какая-нибудь хрупкая вещица. Фредерик заметил стенные часы, жердочку для попугая, гравюры. Когда он вошел в здание мэрии, национальные гвардейцы безумно говорили о смерти Бриа, Негрие, депутата Шарбоннеля и архиепископа Парижского. Уверяли, что в Булоне высадился герцог Омальский, что Барбес бежал из Венсена, из Буржа везут артиллерию, а из провинции прибывают подкрепления. К трем часам кто-то принес отрадные вести. Мятежники отправили к председателю национального собрания своих парламентеров. Все обрадовались. Фредерик, у которого еще оставалось двенадцать франков, послал задюженные вина, надеясь таким образом ускорить свое освобождение. Вдруг кому-то почудились выстрелы. Возлияния прекратились. На пленника устремились подозрительные взгляды. Кто его знает? Может быть это Генрих Пятый? Чтобы снять с себя всякую ответственность, национальные гвардейцы привели Фредерико в мэрию одиннадцатого округа, откуда его отпустили только в девять часов утра. До набережной Вольтера он бежал, что есть духу. У открытого окна стоял старик в одном жилете и плакал, не вытирая слезы. Мирно текла сена. Небо было совершенно синее. На деревьях в тюэлери пели птицы. Когда Фредерик переходил площадь карусели, ему встретились носилки. Часовые тотчас же взяли на караул, офицер, приложив руку к киверу, сказал «Честь и слава храбрецу в несчастье». Слова эти стали почти обязательными. Тот, кто произносил их, неизменно принимал вид торжественно взволнованный. Носилки сопровождало несколько человек, кричавших в ярости «Мы отомстим за вас! Отомстим!» По бульварам ехали экипажи. Женщины, сидя у дверей, щипали корпию. Между тем, мятеж был подавлен или почти подавлен. Так гласило воззвание Ковиньяка, только что расклеенное на стенах. В конце улицы Вивьен показался взвод подвижной гвардии. Обыватели в восторге завопили, они махали шляпами, рукоплескали, плясали, стремились обнять солдат, предлагали им вина, с балконов дамы бросали им цветы. Наконец, в десять часов, когда под грохот пушек брали предместе Сент-Антуан, Фредерик попал в мансарду Дюсардье. Тот лежал на спине и спал. Из соседней комнаты неслышно вышла женщина, мадемуазель Ваттнас. Она отвела Фредерико в сторону и сообщила ему, при каких обстоятельствах Дюсардье был ранен. В субботу с баррикады на улицу Лафайета какой-то мальчишка, завернувшись трехцветное знамя, кричал национальным гвардейцам, «Неужто вы будете стрелять своих братьев?» Но те продолжали наступать. Дюсардье, бросив ружье, растолкал всех, прыгнул на баррикаду, ударом ноги повалил мятежника и вырвал у него знамя. Дюсардье нашли с раздробленным бедром под развалинами баррикады. Пришлось сделать разрез, чтобы вынуть осколки снаряда. В тот же вечер мадемуазель Ватнас пришла к раненому и уже не отходила от него. Она с полным знанием дела приготовляла все необходимое для перевязок, давала ему пить, ловила его малейшие желания, двигалась совершенно неслышно и ласково смотрела на него. Фредерик навещал друга каждое утро в течение двух недель. Как-то он заговорил о самоотверженности ватнас, но Дюсардье пожал плечами. «Ну нет, это не бескорыстно». «Ты думаешь?» «Уверен», ответил Дюсардье, не желая распространяться на эту тему. Она была так предупредительна, что приносила ему газеты, в которых прославлялся его подвиг. Похвалы как будто досаждали ему. Он даже признался Фредерику, что его мучит совесть. Может быть, ему следовало стать на сторону блузников, ведь, в сущности, им много наобещали и ничего не дали. Победители ненавидят республику и к тому же обошлись с ними очень жестоко. Конечно, мятежники были неправы, однако не совсем, и честного малого терзала мысль, что, может быть, он боролся против справедливости. Сенекаль, заключенный в подвал Челерии под террасой, выходящей на набережную, не знал этих сомнений. Девятьсот человек содержалось там в грязи, в тесноте. Они почернели от пороха и запекшейся крови, тряслись в лихорадке, кричали от ярости. Когда кто-нибудь умирал, труп не убирали. Иногда, услышав выстрел, они решали, что сейчас всех расстреляют и прижимались к стене, потом снова падали на прежнее место. Одуревшим от страдания людям чудилось, будто все это кошмар, зловещая галлюцинация. Лампа, висевшая под сводчатым потолком, казалась им кровавым пятном. В воздухе кружились зеленые и желтые огоньки, загоравшиеся от испарений этого склепа. Для предупреждения эпидемии была назначена особая комиссия. Председатель комиссии собрался было спуститься в подвал, но отпрянул, придя в ужас от зловония трупов и нечистот. Когда заключенные подходили к отдушинам, солдаты национальной гвардии, стоявшие на часах, пускали в ход штыки, кололи на удачу, чтобы не дать пленным расшатать решетку. Солдаты были безжалостны. Те, кому не пришлось участвовать в сражениях, хотели теперь отличиться. Это был разгул трусости. Мстили за газеты, за клубы, за сборище, за доктрины, за все, что уже целых три месяца приводило их в отчаяние. Равенство, несмотря на свое поражение, как будто карая своих защитников и насмехаясь над врагами, с торжеством заявило о себе тупое звериное равенство. Установился одинаковый уровень кровавой подлости, ибо жажда наживы не уступала безумствам нищеты. Аристократия неистовствовала точно так же, как чернь, а ночной колпак оказался не менее мерзок, чем красный колпак. Общественный разум помутился, как это бывает после великих бедствий. Иные умные люди после этого на всю жизнь остались идиотами. Дядюшка Рок проявил храбрость. Вступив в Париж двадцать шестого с отрядом из Ножана, он не пожелал идти с ним назад и присоединился к национальной гвардии, расположившейся лагерем в Тюлери, а теперь был очень доволен, что его поставили часовым со стороны набережной у террасы. Тут, по крайней мере, эти разбойники были в его власти. Он наслаждался, думая об их неудаче, об их унижении и не мог удержаться от ругани. Один из них, белокурый длинноволосый подросток, приник лицом к решетке и просил хлеба. Рок приказал ему замолчать, но юноша жалобно повторял «Хлеба!» «Откуда я тебе возьму хлеба?» К решетке приблизились другие заключенные со всклокоченными бородами, с горящими глазами. Они толкали друг друга и выли «Хлеба!» Дядюшка Рок возмутился, что не признают его авторитеты. Чтобы испугать их, он стал целиться, а тем временем юноша, которого толпа напирая подняла до самого свода, крикнул еще раз «Хлеба!» «Вот тебе! Получай!» сказал дядюшка Рок и выстрелил. Раздался страшный рев, потом все затихло. На краю Лохани осталось что-то белое. Рок отправился домой. На улице Сен-Мартен у него был дом, где он держал квартирку для себя на случай приезда. И то обстоятельство, что во время мятежа был испорчен фасад здания, немало способствовало его свирепости. Теперь, когда дядюшка Рок снова взглянул на фасад, ему показалось, что ущерб он преувеличил. Поступок только что им совершенный умиротворил его, словно ему возместили убытки. Дверь отворила родная дочь. Луиза объяснила, что ее беспокоило долгое отсутствие отца. Она боялась, не случилось ли с ним несчастье, не ранен ли он. Подобное доказательство дочерней любви умилило старика. Он удивился, как это она отправилась в путешествие без Катрин. Я только что послала ее по делу, ответила Луиза и осведомилась о его здоровье, о том, о сем. Потом равнодушно спросила, не встречался ли ему Фредерик. «Нет, нигде, ни разу». А ведь приехала она в Париж только ради него. В коридоре послышались шаги. «Ах, извини, Катрин не застала Фредерика. Его уже несколько дней не было дома, а близкий его друг, господин де Ларье, находился в провинции». Луиза вернулась, вся дрожа, не в силах вымолвить ни слова. Она хваталась за мебель, боясь упасть. «Что с тобой?» «Да что с тобой?» вскрикнул отец. Она жестом объяснила, что это пустяки, и сделала усилие, чтобы прийти в себя. Из ресторана, помещавшегося напротив, принесли обед. Но дядюшка Рок пережил слишком сильное волнение. Это не может так быстро пройти. И за десертом с ним сделалась нечто вроде обморока. Немедленно послали за врачом, тот прописал микстуру. Потом уже, лежа в постели, Рок попросил укрыть его как можно теплее, чтобы пропотеть. Он вздыхал, охал. «Спасибо тебе, моя добрая Катрин. А ты поцелуй своего бедного папу, моя цыпочка. Ох уж эти революции!» Дочь пожурила его за то, что он так волнуется и даже заболел. «Да, ты права», согласился дядюшка Рок. «Это выше моих сил. У меня слишком чувствительное сердце».